Да все, все, спокойно, 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 мы уже записаны. У тебя явно больше десяти. Все, запись пошла, по-любому. Ты про что? Ты про мой член? У тебя нет, расстояние. А, понял. 12-13. Всем привет, друзья, с вами Сургаев Сергей, и это Кальяны, подкаст какой-то номер, я, кстати, не знаю какой. 48-й будет. Пускай будет 48-й, и сегодня у нас в гостях замечательные люди. И это Руслан и Влад. И, наверное, вы по одному представьте, скажите о себе, потому что все-таки не все люди в медиа знают о вас. Можно по очереди, давай. Велё, да? Сам сказал, что забыл, чтобы не подъебали про номер. Давай, заебал. Коварный, коварный человек. Это хай, пацаны. Руслан, это я, это Владислав. Бля, да понятно. Да ты, бля, расскажи, кто ты, что ты делаешь. Никто же не знает, что ты делаешь. Международные продажи занимаются. Международные продажи. Джеми. В компании какой? У, Т, Г. У, У, Т, Г. Ладно, 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 ладно. Нет, ну, хорошо. Влад, а ты в какой компании работаешь? В чем занимаешься? Руководитель отдела экспорта компании Бруско. Бруско! Бруско! Ну, подержи, блядь, заебал. Смотри, тоже самое. Нам не нужна поддержка. Нам не нужна поддержка. Ладно, ребята, на самом деле, пацаны с Джемом Бруско пришли. Спасибо вам большое. Почему я вас позвал? Понимаешь, очень много охуеннословок ориенопитеков сидят, чашечки забивают и все такое, рассуждают с блогерами, ну, такие, как я. Но никто не знает, что же творится за бугром. А вы, те самые, конечно, светлячки, которые продают много, я знаю, что много, товара в другие страны. Скажите вообще, вы, наверное, шарите в целом. Давайте начнем с простого. Много ли товара, вообще нашего кальянова или вейп продается за границу и вообще куда, и кто, и где? Серега, мы говорим про все направления. Вообще все. Вообще все. По отношению продаж в России немного. Ну, типа, в России, конечно, больше. Конечно. Много вообще, все бренды у нас торгуют вот так, как ты думаешь? И кто лидер по продажам за рубеж? Давай из кальянов, например. Ух, 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 ух. Я просто знаю, у Федотов, да, наверное, были ли эти цифры вообще в целом? Нет, нет, нет цифры. Ну, как вы думаете, давай так, вот, предложение. Есть там пятерка лидеров, да, кальянных, давай так назовем. Давай сначала ты, Руслан, потом я. Ну, давай. Ну, насколько знаю, там, Darkside вроде неплохо продается, Element неплохо продается. В России вроде не очень, за рубежом хорошо. За рубежом хорошо. Что там, кто, как вы? Бруско. Бруско. А Бруско, получается, чем он? Без табачка. Все. И табак тоже. Вейп, и однораз. А что больше Бруско продается за границу? Вейпов или... Слушай, ну, смотря в какую страну. Есть страны, где берут только вейпинг, есть страны, где берут только кальяное направление. Расскажи, мне интересно, вот, где все-таки... Я хотел сказать топ-5. Давай. Первое место Бруско. Второе место Джем. Ну, и там дальше Darkside, Бэкберн. Хорошо, хорошо. Да, еще кто-то там. Пусть будет Кока Лока. Хорошо. Так что продается, где и куда? Ближние зарубежья – это, в первую очередь, жидкости. Блин, просто ты знаешь, что? Я удивлен, что типа все-таки жидкости, потому что как будто бы есть такое мнение, что там вообще жидкости не особо качают. А ты сейчас говоришь, что жидкость все-таки продается. По вейпингу, на самом деле, Россия, как в кальянке, опережает всех на годы 3-4. То есть мы, блядь, этот пьедестал разъебали конкретно? Да. Именно в жидкостях. И если мы берем ближайшие страны, там Казахстан, Грузия, Армения, Беларусь, 99% жидкости – это наши русские бренды. Вот. Да, есть вопрос, почему ребята не могут сами сорганизовать там производство, сделать по факту ничего сложного. Но жидкость намного легче, чем в товаре. Конечно, вот, но почему-то все привыкли смотреть на Россию и покупать. Вот. Кальяны направления, наверное, по всему миру. У меня от США до Японии продается. Ну, куда вот, знаешь, давай так, ваша последняя отгрузка такая серьезная, и ты такой, ебать, я вот продал туда, типа там, не знаю, в Зимбаббуна. Куда ты продал? Куда продал в последний раз, много и такой, типа. В Северный Ирак. Я хотел сказать, да, что мы продали в Северный Ирак. Держать за руки, не надо вас. Вместе сладили, созванивались. Бля, бля, знаешь, и ты знаешь, как все думают, сколько? Можно сказать объем? Можно сказать? Надо, бля, пацаны. Давай, можно контейнерами. Не, какой контейнер, это смешно. Но 5 тонн мы продали на двоих, правильно? Нихуя себе, 5 тонн на двоих, еее. Ну, это не очень, бля, запредельный объем. Слушай, Руслан, ну это. Я в шоке. Крутой результат, знаешь почему? Потому что средняя цена в Ираке, в Иране на кальянный табак, на бестабачной кальяновой смеси, там, в районе 8 долларов, 7 долларов. То есть мы со своими ценами не проходим вообще никак. Я считаю, что нам очень с тобой повезло, что мы договорились и продали туда. Бля, красавцы. Ну, это скилл, я считаю. Самое прикольное, что это первая продажа. То есть до этого мы не раскачивали клиента, обычно клиента. То есть вы сразу им 5 тонн вхуялили? Это вообще нормально, бля. Бля, представляешь, ну, это, блядь, нихуя себе. А как вы думаете, это в итоге все куда-то перельется или останется в стране? Ну, блядь, Северный Ирак так звучит, я хуй знаю, что там, знаешь, вы продали его на ослах, нахуй повезут. Как в фильме перевозчик, понимаешь, все думают вот так. Ну, типа, что там до сих пор, вот, ну, ты понял, да, что я имею в виду? Ну, я понимаю. Слушай, ну, мы продали официально, у нас есть подтверждение, что пересекли границу. Ну, то есть все это, ну, кстати, да, ребят, кто не знает, мы сейчас говорим, и все, что они говорят, продано официально. Неофициально в одном телеграм-канале сургайфлайф будет другая информация, заходите. Правда, все предоставили все документы, мы уже подали на компенсацию НДС, поэтому все окей. И дальше, что они будут с ним делать, в принципе, с их ценой, которую дали Руслана и я, ну, не супер выгодно им сливать другие регионы. Дороже, чем в России, да, получается? Сколько в рублях будет стоить денег банка? Я не скажу. А, не знаешь. Ну, в смысле, я не знаю, почему они продавать? Понятно, почему ты отгрузил, ты мне не скажешь, понятно, а то сейчас придут какие-нибудь турецкие друзья и скажут, ты чего, охуел, блядь, или еще откуда-нибудь из Японии, я не знаю. А были вот реально какие-то такие страны, знаешь, типа Китай, вот есть Китай? Есть. Серьезно? И у меня, кстати, есть. Ну, просто знаешь, сейчас очень модно вообще направление Китай-Япония, я не знаю, все это говорят, и, то есть, а китайцы, я знаю, что курить сигареты просто пиздец. По секрету, в Китае запрещено возить иностранные никотиносодержащие продукты. Почему? Вот так, так же, как в Индии, так же, как в Турции. Ну, что, ну, там есть. Ну, там есть. Ну, кто знает, откуда они взяли? Ну, вы не продавали. Я не продавал. Нет, я не продавал. Но он там есть. Ну, там есть. Ну, зафиксировали. Вопрос, значит, вы много куда продаете, так как я сказал, расскажите какие-нибудь курьезные случаи с продажей, да, связанные с… Да, связанные с какой, ну, можно просто страну назвать, или, ну, да, лучше страну, без имен, конечно. Курьезный случай и какое-то недопонимание, может быть, какой-то факап, и вообще, в целом, были какие-то странные продажи, знаешь, такие неожиданные, я бы сказал. Ну, понятно, северные, блядь, Ирак, это пиздец. Ирак или Иран, подожди? Ирак. Ирак, да, северный, блядь, северный Ирак. Это Курдистан, если что. Ебать, ладно, прикольно. Давай, Руслан. Даже не знаю, какую именно тебе рассказать. Зашкварные истории в продаже, блядь, кальяном бизнесе. У меня готова история. Ну, можешь начать. Ну, давай. В августе мне набирают номер на WhatsApp, я сбрасываю, потому что у меня было совещание, через два часа перезвания у меня с первых же фразы пошелают нахуй, говорят, все, иди отсюда, не звони мне сюда больше. Я говорю, ты кто вообще такой, ты чем мне звонишь? Говорит, я хотел тебя покупать, там, в одну страну, не буду называть ее. А ты мне вот тут звонишь, рассказываешь, там, туда-сюда. Я такой, мужик, давай поговорим. Ну, мы что-то разговаривали минут пять, разосрались, послали еще раз друг друга нахуй. Ну, и сейчас это один из самых моих крупнейших дистрибьюторов. Так, давай сразу, ты с ним бухал? Да. Прикольно. А на каком языке он разговаривает? На русском. На русском. Но он иностранец? Он иностранец. Прикольно. А родители русские? Нет. Из одной ближайших стран. Ага, понял. Казахстан, значит, у тебя? Нет. Но я пытался угадать. Ну, кстати, это частая практика, когда кто-то... В Казахстане нахуй поставят друг другу? Походу, да, блядь. То, что сначала ругаетесь. Бывает, потому что он уже где-то брал продукцию. Ему цену, скорее всего, с какой-нибудь рынка Москвы дали очень хорошую. Ты ему даешь не такую хорошую, или, может быть, там, получше еще что-то. Но его это не устраивает, он начинает просто ругаться. И говорит, что ты не прав. А какое самое любимое ругательство у каких-нибудь там? Слушай, у вьетнамцев, которые говорят по-русски, я точно знаю, что они прям любят говорить пиздец. Причем они говорят, ты знаешь, такой интонас у меня отправлялась первая партия, прям маленькая-маленькая, там, пара коробок в Москву. И почему-то деловые линии накосячили. И... нет, не деловые линии накосячили даже. У него забирал какой-то посредник. И он забрал вместо одной коробки, вместо двух коробок одну. Ебан. А он позвонил мне и начал меня разъебывать. У меня даже голосовые есть, я могу даже найти. Одна коробка или одну коробка. Потому у меня ругает друг, там, Россия. Он забрал один коробка, он говорит, нету только один коробка. Я не знаю, как ты оправить, как... Один коробка, ты оправить, и два коробка сразу оправить. Где я вам просто, знаешь... А-а-а, Руслан, э-э-э-э, не, не, давай, Жирюля, не, одна коробка, два коробка, пиздец. Блин, все, что его, одна коробка, да, пиздец. Говорит, слушай, ну, посмотрите, мы не могли же одну там отдать, там, две коробки. Вот он, бля, этот долбоюб не забрал, пиздец. Прикольно. Бля, веселый, конечно, ребят. Слушай, ну, вот этот клиент мне пишет, почитаю, потом скрин ставим, я там замажу. Ага, нормально. Ему говорят, что он водолаз, с уважением, бля, жесть вообще, жесть. Вот это типично наше с ним общение, но сейчас он один из самых крупнейших моих дистрибьюторов. Его там назвали пидарасом просто. Ну да, но с уважением. Ну, с уважением. Ну, а потом гандоном. Ну, это, слушай, это как, типа, стримерская тема. Да он вообще мудак без негатива. Типа такая же тема. Так что ты пиши, типа, да ты пидарас без негатива. Слушай, ну, в этом есть свой кайф этой работы, что с одними клиентами мы на вы, там, туда-сюда в белых рубашечках, с другими вот так общаемся, и бай, ты пидарас, не ты пидарас. Все, пожалуйста. Слушай, а есть вообще какая-то перспектива в этом году? И все-таки давай подытожим. Что любит больше? Вот что у вас идет? Больше все-таки чая вообще в целом, смесь? Ну, если мы соберем здесь мир в целом, шарик, то, конечно, это кальяное направление, потому что в России это самая сильная ниша. Даже Лебедев на подкасте так обмечал. Вот, да, тебе. Да, что действительно наш продукт ценится во всем мире. Вот, то есть, представляешь, вот мое лицо, если бы я по каким-то, не дай бог, моментам поехал в Северный Ирак, зашел, увидел там бруска с джевом, я бы просто еще сидит какой-то Абдулла, Ахмед, курит, у него рядом осел, короче, здесь, понял? Курит этот на кальяне без продувки, я бы, наверное, просто... У них, примерно так магазины выглядят. Ну да. Турецкий, как это, эмиратский, не эмиратский, там арабский, ну очень похоже. Ну не, ну сейчас, слушай, ну смотри, в Турции, вот в Турции, там же русские табаки наши как-то появляются. Ну в чемоданах. Там реально все возле чемодана. Слушай, ну там вообще рынок сильно сейчас прогрессировал, да, я правильно понимаю? Ну я имею в виду в целом, как, вы же были в любом в Турции оба? Да. Ты был в Турции? Был. Там же кальяны и пиздец сейчас строится очень серьезно. Хорошая страна, большой потенциал, если бы разрешили возить продукт. Вот здесь, вот слушай, а если бы разрешили, пиздец был, да? Да. Там кто-то сделал свой, свой производство. Монтеро? Да, это что такое вообще, кто не знает? Я не знаю. Знает на пиздец. Видел, как, но я, как бы... Все собирались, Марик, там, турки. Да, я тоже видел, Марик, турки и все. Это, это же, наверное, другая была история. Нет, это оно, она, Монтеро. Это, наверное, дали, когда тур устраивала. Нет, 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 там, задача выполнила. Короче, там, Ариф, там, Айхан, там все вот. Да, там все собирались и сделали, кто-то из русских, по-моему, тот, кто делает кальяны или бомбер, что ли? Или какой-то другой. Короче, кто-то сделал там, типа, русский табак, но я вот видел видео с Хука Плейс в Турции, там, блядь, одни наши бренды, Darkside, Most Have, Abruzco, Jam, как бы. Вот так вот бывает. Это удивительная история. Ты был много где, Влад? Ну, да. Например, ты был в Германии на выставке. Руслан, ты по-моему, не попал туда, да? Ты не попал. Ты лучше его спроси, где он был. Нет, ну, я говорю, ты... За год я был два раза в Германии. Два раза в Германии. Как культура Германии курения отличается от нашей вообще? Что там вот особенного? Когда я спросил, можно ли сходить в лаунж покурить, мне партнеры сказали, что не стоит, лучше мы тебя забьем сами. Типа, там лаунж до сих пор ужасный? Да, это очко, якобы. Я не был, не могу утверждать. У нас есть, кстати, знакомый Миша, помнишь? Да, конечно, конечно, Миша. Фактически все ароматизаторы запрещено использовать. Плюс нельзя использовать холодок, и поэтому ты куришь совершенно другой продукт, чем в России. Плюс сумасшедший, просто акциз. Я могу сказать, сколько там стоит наша банка? Отлично, давай. 5 евро. Ебая. За 25 грамм, не за 50. За 25 грамм 5 евро? Ебая, ребята, вот это ошалеть. Сейчас такой мем с обезьянкой. Ошалеть, блин, это вообще жестко. 5 евро просто. Москве в 5,90 стоит. Жесть вообще. 5,50, по-моему, Бёрн. Дорсай тоже что-то в этих пределах. Да, я бы бросил курить, походу. Но, кстати, там же была выставка вроде, и рядом был другой павильон. И там были не совсем с легальными историями. Во Франкфурте было в одном все павильоне. И мы все бегали туда посмотреть, что там происходит. Интересно для России, это как бы новое. И там прямо Марья Иванова, вообще стенды в открытую. Это что, это добро, легко? Да, там был даже такой экспонат, ты плохой бакет травы берешь, бошек фоткаешься, типа с кайфом. Там легалайз полный. В Германии? Да. Ну, как я понял, я не сильно разбираюсь в этом, сразу говорю, я даже не помню. А что у нас, ребят, вы в комментарии нас поправите, напишите, правильно? Да, есть такая тема, как CBD. Вот мне предлагали сделать обзор на такую жидкость, короче. Но я написал своим коллегам, кто покруче меня по вейпам, Миша Коробка, он говорит, бля, хуйня, какая-то пост, я не соглашаюсь. Причем платили нормальные бабки. Я знаю, даже те ребята, которые тебе предложили, они со мной связывались. И они, кстати, скажут, что это типа в России суперлегально. Да, да, да. Вот это их фраза, мы все риски берем на себя. Но по факту, зная, как государство относится к нам сейчас, к вейпингу, и еще влететь туда CBD, ну, как будто это домашний. Да, вообще, вообще. Вот. И спрос очень большой в Германии на эту всю продукцию. Даже когда к тебе на сцене подходят, спрашивают, у тебя тут есть CBD или нет? Ты говоришь, нет, они айла. Слушай, типа прям в Европе на выставках хотят вот эту CBD тему. А ты так разобрался сейчас, что это до конца? Это типа, что это трава какая-то? Как я понимаю, это из травы что-то там какую-то там, что-то убирают, как-то химические. И вот получается трава не супер вредная, как я понимаю. Да, вот мне тоже он объяснил, что типа берет что-то из травы какой-то там фермент. И он абсолютно легальный. Есть все сертификаты, документы русские. Бля, ну я как бы, ну не знаю, не стал на эту историю подпить. Хотя деньги, бля, предлагали такие бабки, бля. Но нет, ну это как-то зашкварно, наверное. Руслан, ты что-то слышал про эту историю вообще? Так, частично. Ну я тоже видел, его фотки смотрю, что там происходит. Я никуда не выкладываю. Он мне на телефоне. На телефоне показал. Слушай, ну ты, короче, как относишься к CBD теме? Я к ней никак не отношусь. Никак, понял. Ты осуждаешь вообще? Я не осуждаю. А ты представляешь сейчас, вот у нас, допустим, в стране все стабилизируется и тут начнет качать эту историю? Может у нее быть успех вообще? Мне кажется, будет разъеб. Если разрешат что-то такое... Если разрешат, то я думаю, ну... Но это не только, понимаешь, в нашей индустрии. С этой темы очень много всяких приколюх. О, а вот что-то там же было, наверное, премьер. Шарики вот эти для ванны, бомбочки. То есть за счет того, что ты лежишь в горячей ванной, у тебя поры открываются. И вот это все... Это все это на выставке увидел. Да, да. Е-бай. Короче, очень много крема. То есть это все... Ты чел прям берешь и пошел на пенсию. Чего? Кушешь, нормально впитывает. Чего? Через кожу, да. Да, я понимаю. Добавку тебя не хотим впитывать. Но я уже тут сейчас про другую тему задвинулся. Представляешь, эти какие-нибудь крема интимные с этой штукой, Ванечка. Ну, такое тоже было, брат. Е-бай. К чему у нас катился подкаст? Слушай, ну удивительно. Мне кажется, если это реально в России... Бля, ну, мне кажется, это невозможно. Ну, давай так. Мы не берем Франкфурт, берем Дортмунд. Потому что это самая крупная табачная выставка во всем мире. Забыл, как она называется. Не важно. Интертабак. О, ага. Да. Четыре дня, по-моему, ушла. Семь было больших павильонов. По размерам павильоны, как на Хакаша вот один. Да ладно? Это семь павильонов? Да. Там был отдельный павильон под сигары. Ага. Кстати, для тех, кто не знает, сейчас китайские сигары очень быстро набирают в... Китайские сигары? Я сам дома курю китайские сигары. Это очень круто. И по факту они практически ничем не уступают кубинским, честно. То есть, получается, не только тачки китайские ебут Россию, еще и сигары будут скоро... Научились ребята. Дракинг-дракинг делать. Один из наших партнеров уже нашел эксклюзивного дистра, а человечек там очень серьезный в России. Да, кто будет возить китайские сигары. Вот. Один павильон был под сигары, один под кальянное направление. Из этого павильона половина места занимало вейпинг. Кстати, рядом с нашим стендом был стенд Тайсон одноразки. Туда сам Тайсон приезжал. А, Тайсон, да. Он прямо сам туда приезжал? Да, да. Ну, он там на два часа залетел, такой пофоткался и уехал. Отдельный стенд был... Ой, отдельный зал был под вейпинг. И все остальное это сигареты. Сигареты вообще типа... Да, но центральный это был вейпинг. Вейпинг. Вейпинг, короче, получается, сейчас все-таки во главе всего даже там. Да, кальянка отстает, честно, очень сильная. И... Ну, душат ее со всех сторон. Перспективы вообще кальянки, вейпинга в России сейчас, по вашему мнению? В России или... Ну, давай сначала в России. Рус, давай, ты вообще молчишь, ты охуел? Я не ездил на выставку. Ты знаешь, я могу его ебать. Ну, так что? Ты, я понял, ну, в целом, ты же продажами... Подожди, ты же раньше занимался просто продажами. Долгое время. Нет, я в маркетинге был. Блядь, подожди, а продажами ты сразу начал заниматься и за границей? Маркетинг, да. Ну, ладно, ты все равно в курсе всех дел, по-любому. Что вообще перспективы? Давай вот поднимем этот вопрос, резко перепрыгнем чуть-чуть. На какой период? Пользуюсь. В этом году что нас ждет? Кто бы знал. Охуенный ответ. Все, заканчиваем подкастом. Ну, ты что думаешь? В кальян, давай так, кальяны дадут просраться в этом году? Будет чуть-чуть... Да, может, и будет. Подъем. Скорее, мне кажется, где-то на том же уровне останется. На том же уровне. А у вейпинга? С учет того, что их сейчас трахнули? Вейпинг, я думаю, упадет. Сильно. И что там, и что будут курить люди вообще тогда? Что, не знаю, жевателем табаком закидываться может. Типа, это сейчас перспективно очень? Чем-то, ну, альтернатива нужна. Тебе нужен никотин. Должен его получить. Кальян это уже, ну, слишком заморочено. Люди ищут простые способы его получения. Хоть, не знаю, онфурики. Бля, ну это же так бездушный, скучный пиздец вообще. Да, кто-то развлекается, что ли, так? Никотина хочешь. Я люблю кальян. Это потребность. Понимаешь? О, люблю кальян. У тебя, может быть, как для меня, кальян это передача трубки мира. Это вот с друзьями посидеть. Мы не посидим здесь снюсами, не закидываемся. Бля, кстати, хотя здесь бы хуярли, сейчас бы закинуть. Сидели будто. Исплевали. Бля, знаешь, в американских фильмах ведро. Бля, конечно, харкнул. Ладно, чужая студия не будет. Слушай, кстати, давайте такой вопрос поднимем. Много ли вы знаете кальянных мастеров или кальянечка в целом в индустрии, кто кидает снюс? Бля, да да хера. Я вот сейчас не знаю. Есть, есть, есть что. Вообще-то знаешь, но вообще в моем мире снюс кидают сугубо те, кто занимается спортом, как будто бы очень много челов кидало, особенно на пике. Помнишь, когда еще там эти? Первый вот этот взлет шайб был, когда был год 20. Ну это снюс, погоди, мы снюс в России запрещен. Давайте поговорим сразу. Жевательный табак. Жевательный табак, хорошо, извините. Разные вещи. Вот первый взлет, когда вот, когда был снюс, очень много приходило чуваков, которые занимаются профессиональным спортом. Ну да, это альтернатива на свай. А сейчас они опять кидают на свай. Да. Осуждая на свай, пипец, странная история. Я даже до сих пор не знаю до конца, что это, эти теории про какашки, как уиню. Кстати, что это куриные какашки. Это просто, бля, это так. Но мне рассказали, что это неправда. Да, конечно, что это неправда, что это другое. Но все равно выглядит все это отвратительно. Вот, и вот этот. Кстати, видите, я белый человек, у него голова чистая, я никогда не кидал. Это как в фильме Блэйд, а ты покажи. Руслан, давай присоединяйся в челлендж. Сейчас он на свай сплюнет. Ладно, стакан для этого. Я, бля, даже потерял нить, о чем мы говорили, кстати. Мы говорили про перспективы. Перспективы. Ты сказал, закончил мысль. Посмотрим, как сказал Руслан. Вообще, типа, но вы не даете кальянам по… Я сто процентов скажу, что на мое личное сугубо мнение кальянный рынок точно не вырастет. Точно не вырастет, потому что даже нельзя ставить в ряд курение кальяна и потребление никотина в других любых формах. Потому что курение кальяна – это не про никотин. Это про какое-то расслабление, отдых, про общение с друзьями, как вы сказали. Но это не получение никотина. Все остальные способы – жевательный табак, вейпинг, сигареты, айкос, пластыри, неважно. Все это про зависимость, про то, что ты должен закинуться никотином. Короче, это все тупое, глупое потребление никотина. Да. То есть ты, получается, взял вот так кальяна и отдельно вообще сейчас поставил? Ну, отдельно. Это вообще нельзя сравнивать. Я бы сказал, что это больше развлечения. Это отдых, это развлечение, да. Бля, мне нравится кальян, это заебись. Я люблю забить, начать монтировать, курить кальянчик. Вот, а если мы говорим про этот год, мы же это обсуждали в машине, что молодой крови нету в индустрии. Бля, да не согласен, я верю, что будет, будет. Ну, нет, ну, молодая кровь, если ты есть, господи, блядь, в комментарии напишите, сколько вам лет, блядь, пожалуйста. Потому что 12-10. Мне, кстати, сегодня написал подписчик в личку. Я говорю, блядь, что? Ну, типа, написал привет. А, ты так общаешься с подписчиками? Да, да, да. Небать ты, мудак, пиздец. Да нет, нет, я писал просто, что? Он мне говорит, бро, спасибо за контент. Такой, блин, какой кайф, так приятно, что написали. Но он написал, что что-то насчет пода, короче, не связывает с кальяном было вообще. Я такой, блин, вообще жесть. Ладно, перспектива в России, нихуя никто не знает, перспектива продаж за рубеж. В этом году вы нарастите свои объемы? Конечно. Какие цели у вас у компании Jam выйти? Нарастить свои объемы. Ну, хорошо, есть. Ставь, пожалуйста, вот этот видос, что мы придерживались своего плана. У нас был какой-то план. У нас был какой-то план. Мы хотели продавать больше и захватывать больше стран. Мы продавали больше и захватывали больше стран. Нельзя, блядь, пройти в новый день, потому что он же кончился, да? Да, 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 да. Не, ну тут есть смысл. Не, подожди, ну, серьезно, давай, давай, не увиливай, нахуй, а то вырежу все. И ты скажи, сколько? В политику пойду. Хотя, вряд ли. Сколько ты объема хочешь продавать в этом году? Давай, пожалуйста. В два раза больше, чем он. Так это сколько? Ой, хороший ответ. Так сколько? Ну, вот он скажет свой объем, ты посчитаешь. Я скажу, что я хочу продавать в пять раз больше, чем сейчас. Да, блядь, да вот че, как... Какую ебану, да эти цифры, цифры голые, нужные, блядь. Про какой противник поговорим? Хочу, давай так, меня интересует бруска табак и чайная смесь бруска. Ну, все вместе назову. Да, во все вместе объем. Ну, по пору, по пору, по пору, хотелось бы выйти больше 200 тонн. 200 тонн? Экспорт. 200 тонн? Нихуя себе. Это ты хочешь выйти? Ну, хочу. А сейчас сколько получается? Нормально. Бля, я пытался его. Я пытаюсь их поймать, ребят, пытаюсь. Ну, значит, сейчас около сотни ты делаешь. Ну, нет, меньше сотни, конечно, меньше сотни, но... Но ты как думаешь? Пофициал большой. Смотри, мы сейчас заключаем контракты следующим образом, что мы прописываем обязательства нашего партнера. То есть, сколько он должен выбрать. И судя по текущим контрактам, рост будет. Не скажу, что по текущим контрактам мы доработаем даже там до 150 или там что-то в этом районе, но надеясь на новых клиентов, надеясь на то, что Сережа сейчас делает нам рекламу и к нам сразу посыпет сейчас луночки. Ребят, вы знаете, рекламу мы делаем всегда. Я очень рад приветствовать здесь компанию «Джем», «Русско». Вы, кстати, знали, какой вообще уголь пиздатый? Какой? Ну, чего, Вася? Не знаете? Я не слышал. Вы еще не... Почти, блядь. Это выбор профессионалов. Это вообще уголь, который не воняет. Это уголь кока-лока, ребята. Кока-лока. Нашу. КОНЕЦ Спасибо вам большое, кока-лока. Шанс поддерживать. Спасибо, кока-лока. Меня даже не сняли, посмотри. Да нет, на самом деле, кока-лока хороший. Спасибо большое. Да, мы с ними общаемся, дружим, вместе работаем по некоторым направлениям. Ну вот, видишь, как хорошо. Кока-лока хороший, ребят. Даже приезжали недавно. Да, но только приезжали продажники, неплохие, кстати, дали. Было очень хорошо. Кто вову приезжал? Интересно. Нет, по-моему, не вова. Ну ладно. Я не помню просто. Не помню. А может, вова, кстати, такой очень активный человек. Да, 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 вова. Да, нормально, кстати. Нормально, кстати. А потом про него рисковую историю расскажу очень. А ее нельзя рассказать на подкасте, блядь. Это в Дубаях было. В Дубаях, Дубаях. Это, кстати, интересно. Он говорил, что он был в Дубаях. Ребят, тогда вопрос к каждому из вас очень резкий и мощный. До какой стороны вы хотели бы дотянуться? И вы знаете, что там как будто бы курят, но, блядь, никак не можете продать ничего туда. Ух. Охуенно, да? Просток себя придумал. Ну? То, что мы не можем добраться, там все везде вопрос времени. Относительно небольшого. Вот он в США продает, мы по которому не продаем. Но я не продаю колено на направлении в США. О, ты в США продаешь? Ну, жидкость, да. Они же колено вроде для этого используют, да? Для травы, типа? Я не знаю, для чего. Я продаю туда жидкость, да. Насколько я знаю, потому что... Какое? По-особенному упакованному, вот так. Не скажу, когда этот кальяну не хотели запретить, там прям митинг вышел. Это я знаю. Все люди, как запретить колено, у меня, знаешь, прям слеза такая. Да, я помню. Молодцы, ребята, потом мне подходят, говорят, да они там траву курят. Не, насколько я знаю, там запрещено в некоторых штатах. Там где-то можно, где-то нет. Да, там так же, как и с вейпингом. Там везде разные правила, это вообще... Каждый штат, ты приезжаешь. Но есть вот что-то такое, Африка, я не знаю, Африка. Вот в Африке очень интересно, я слышал, элемент туда продают. В Африку элемент продают? Да, если не ошибаюсь, это Когдиуар, а это одна из самых беднейших стран Африки. Мне интересно, зачем, во-первых, потому что я примерно представляю, сколько стоит логистика. Типа очень дорого, да? Очень дорого. И, во-вторых, я примерно представляю потенциал этого рынка. Вот. Огромный, мне кажется, пиздец. Огромный? Мне кажется, да. Я не считаю, что в Африке огромный потенциал по Кулеану. А где? Ну, Египет, Египет, окей. Египет. А в Индии не продаете никто? Индия хорош, например. Не продается? Да, с ЛДЖМ работает нормально там, в том-то раз. Типа, вы продаете туда? Вот, что-то, мотор, я сам иногда слышу от него что-то про нас, даже не знаю, что у нас там в Индии происходит. Не, серьезно, продаете что-то в Индии? Мои, конечно. А ты что-то в управлении, блин. А ты что-то в сколько-то везде прочитай. Вот я и хотел, типа, они, ну, как странно. Может, и не продаем. Блядь, где вы знаете? Слушай, страна, у нас там есть. Страна, оу, продукция наша тоже там есть. Откуда-то нам появилось. Понятно, короче. Слушай, ну, Индия очень крутой рынок, но, насколько я понимаю, там тоже забанен, ну, нельзя возить кальяные табаки. Во Вьет нам тоже нельзя, кстати. Ее в Вьетнам нельзя. Но как-то они туда попадают. Бля, в Вьетнам даже кальяны есть, я знаю, что, типа, с русскими. У меня, ну, я думаю, это не секрет, у меня был диалог с местными сигаретными фабриками, чтобы производить бруска на их мощностях. Вот, потом посчитали, стоит ли или нет, и в итоге пока пристанавливают. Пока пристанавливают. То есть, смотри, во всех вот этих странах, таких как Турция, есть такой закон, типа, надо, как это сказать? Развивать внутренний бизнес. Хрен вам всем, не зайдете к нам. Бля, нихуя себе. Представляешь, если бы так в России с машинами было? Ебать. В чем прикол, в том, что ты общаешься с турецкими партнерами, которым я ничего не продаю. И они говорят, да, они считают и такие, смотри, если мы построим производство, легально мы продавать не будем, потому что нас государство тут выебит, это неинтересно. Слушай, нет, я знаю про Турцию, там 23 производства имеют лицензию на выпуск никотиносодержащей продукции. Из них, по факту, функционирует сейчас 7. И вот эти остальные, сколько получается, 16, сейчас в поисках клиентов, кто у нас в их мощностях будет что-то производить. Это касается не только кальянового направления, это и сигареты, и продукты. Все предлагают, да, то, что у нас мощности есть, давайте. Да. Приезжайте, смотрите. Интересно. Не, ну просто я помню, когда вот ребята, наши коллеги ездили в Турцию, в этот завод вот этот вот. Адалия. Не Адалия, а еще, по-моему, какой-то, Ревоши. Ревоши. Там уже, блядь, производство табака, я когда увидел, кому они нахуй-то продают? Неужели там такое большое потребление? Знаешь, сколько Адалия в день отгружает продукта? 40 тонн. В день? В день. Адалия? Адалия. 40 тонн в день Адалия. Кому нахуй? Они что, блядь, перегной из этого делают или что? У нас в России там вот как ни старается, ну я не знаю, Егор Чегрид, по-моему, уже не работает в Адалии. Да. Там да, вот такой рекламент каждый день, Адалия Блэк, Адалия Блэк, там почистил зубы Адалия Блэк. Дальше, ребята нам напишут, Адалия, пожалуйста, информацию. Не, ну типа Анастерникам. Не, по факту это самый сильный игрок на мировом рынке. Ты его не переплюнешь никогда. Типа Адалия вообще. Адалия, да, все, топ. Ну, реально. Адалия, свяжитесь со мной, пожалуйста, у меня есть окошко для рекламы, я дала, я тебя понял, блин. Он, кстати, действительно, по-моему, партнерится с ним. Но ты, кстати, давай, давай в двух словах, ты пробовал саму Адалию Блэк, например? Честно, нет. Я пробовал. И, кстати, это не так хуёво, я тоже пробовал. Это не так хуёво. Слушай, я сейчас не сказал, не только для того, чтобы взять рекламный контракт, просто правда. Ты ко мне в гости приезжал еще, когда я жил. В другой хате. Да, на другой хате, и у меня дома было Адалия. У меня Настя, жена моя, любит Адалию, курит ее до сих пор. Хотя мне, честно. Ну, это классическое. Ну, да. Ну, да, лавс сейчас 6, вот это все темка. Манго-танго. Манго-танго, неплохо, ну. Ну, да, сейчас что-то вообще-то все ушло. Нет, я этого рынка, наверное. Давайте скажем честно ребятам, что сейчас примерно все одного уровня. Ну, нету там. Блин, нет, 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 продукт. Отравила, бро, бро, бро. Если мы берем, бро, 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 бро. Нет, ты не согласен с тобой. Ну, ты что сравнил? Ну, топ-10. Топ-10 российских брендов, они примерно одинаковые по качеству. Да нет. Ну, плюс-минус. Все, что новый выход, допустим, ты куришь, и ты уже не ожидаешь, что какое-то там дерьмо. Оно реально нормальное. Слушай, другое дело, что давай не так. Ты просто привык уже, что тебя ничего не удивляет. Ну, а что меня должно удивить? Слушай, я последний раз вот покурил, например, хулиган. Хулиган. Джуси. Вкус. Жвачка вот этого у них. Вкусно. Да. Покурим? Да. Вкусно? Ну, окей, вкусно. Ну, тебя это удивило, что это вкусно? Что меня действительно удивило, это хулиган Танос из последнего. И йогурт от Блэкберна. Персику. Да, я прям типа курил. И дальше как, почему? Почему я так говорю? Потому что там много чего бывает прокуриваешь. Ты куришь там разные бренды, и ты говоришь, хорошо, хорошо, хорошо. Тут я такой типа, курю персику йогурт Блэкберна, и такой, ебать, вот это аромат. Причем у них есть черничный йогурт, хуй-то на постном масле. И персиковый йогурт, разъебалованный. Это вкусовщина, Сереж. Чувак, да. Ну, тебе просто понравился вкус. Тебе просто понравился. Ребята, мы обращаемся в комментарии. Скажите нам, это вкусовщина или нет, то что я привел, пример такой? Мне кажется, это уже, понимаешь, это люди еще такой, волна такая, уууу, зашла на рынок. Ну, просто ты в Телеграм-каналке не читаешь, блядь. Как я не читаю, я сам активный, вот все мои подписчики в Телеграм-канале. Нет, я имею в виду не твоих, кому-то отгружаешься, а в целом. Нет, честно, я сижу в чатах, я думаю. Каких, блядь? Ну, я могу называть, да? Да, вообще, плохо. Но в КДР меня хорошо знают, в Никите Смоки Трип, в чате тоже, я думаю, ребята, всем привет. Вот, ребят, запомните, этот человек не сидит в чате крутые бобры, надо с ним разобраться после этого сна. А вы меня оттуда кикнули, забанили. Че за пиздеж? Ну, блядь, правда. Кто тебя кикнул, блядь, из крутых бобров, нахуй? Ну, потом посмотрим. Я же там сидел, Сереж. Не может. Ты меня сам пригласил, представил, и потом это... Как я тебе ему кикнуть, блядь, из чата? Ты что, говоришь? Ты, блядь, сидишь у меня на подкасте? Нажрался. Я не пью давно, я же чуть не помер. Ну, ладно. Слушай, ну... Я не общаюсь там, но всегда, когда вопрос бруска, ребята, ты, говорят, меня я там залетаю, отвечаю. Правильно, правильно, молодец. Поэтому я примерно представляю, что происходит. По-моему, он даже мне что-то отвечал, где я что-то писал. Я, что не знал. Такой типа бруска, хуи-то, он такой, твоя, Руслан, ну, ебать, ну, нормально же, разобраться. Когда я знакомил, я бы уже знал. Я нашел его по фотке, что он из Амары, написал ему в личку, давай выйдем в раз на раз. Да, классик, классик. Слушай, ну, я могу сказать уверенностью, то, что я сейчас назвал эти три аромата. Ну, ладно, джусь, это просто... Может быть, я просто взял, короче, новый продукт, сейчас курю сигарку. Давай, 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 вот постепенно. Вот Darkside. Да. Нормальный продукт? Охуенный. Мастхэв. Охуенный продукт. Бёрн. Охуенный продукт. Урбан Сол. Слушай, Урбан охуенный продукт, но им бы надо что-то переупаковать вот чуть-чуть. Упаковка не нравится. Ну, я бы переупаковал маленько. Нет, ну, мы говорим про курительные свойства. Курительные свойства охуенный. Окей, бруска. Охуенный. Окей, спектрум. Бруска табак, который сейчас только. Да, да, да. Пометите. Спектрум, бля, у меня к нему вопросы есть. У него привкус есть, он мне не нравится у некоторых ароматов. У некоторых. Никогда не могу курить спектрум. Просто не идет и все. Очень хочется, очень вкусно все это. Ну, что-то вот... Я не согласен. Я вот... Давай так, объективно, продукт охуенный. Люди любят, люди покупают, люди курят. Табак наш. Хороший, хороший. Окей, что у нас там дальше еще есть? Элемент, Сибиро. Элемент не пробовал тысячу лет вообще. Я думал, он уже не работает. Я пробовал, наверное, индивидуально. Сибиро давно не курил тоже. Блядь, Трофимов пацаны, Трофимов пробовали. Ну, Трофимов, да. Ну, это все вот, я уже 10 брендов назвал. Да, но они разные, братан. Они разные, но они все качественные, понимаешь? Все, держит уже уровень качества. Я делал стрим к Трофимову, ссылочка будет вот здесь. Можно зайти, посмотрите, есть вопросы к продукту, он хороший, но есть вопросы. Есть еще доработать. Давай так, а любое направление бизнеса и любой бренд, к которому нет вопросов? Сейчас... Есть вопросы? Слушай, смотри, сейчас у меня вопросы к Дарксайду, почему бля столько хейта от людей на них. Вот они выпустили новый кальян, а его просто обосрали с ног до головы, нахуй. А он красивый, мне нравится. Я бы вот, например, такой, вот ты, допустим, позвал ты меня к сегодня на день рождения, я говорю, Серега, подари мне кальян. Ну, блядь, представляю, или ты, например, Руслан, а так же, хотя... Блядь, тебе что было, если мне так сказали? Ну, это, блядь, не яблоковый кальян. Укоплэйс, Рокстар. Пиздец. Хороший кальян. Серьезно? Красивый. Не, ну, суть не в этом. Ну, то есть, типа, я бы себе такой купил в подарок, потому что он, блядь, там, охуенно упаковка, он красиво выглядит. Опять же, вкусовщина. Ну, блядь, ну, ты его трогал руками, это как, знаешь, айфон, блядь, достать. Ты же курю с него? Да, охуенно. Все, все хорошо. Слушай, ну, Darkside хейтит, потому что Darkside. Почему? Это одна из крупнейших компаний, если не самая крупная, не будем в цифры даваться. Почему просто? Ну, чем больше компаний, тем больше хейта. Ты думаешь, типа, это как, а, ты сброска аналогии сделал, да? Да, нормально. Я не говорил, это сказал. Просто бруска в жидкостях тоже, они в моменте, когда я вот обзор снял, ебать такая, я просто снял. Вот снимай обзор на жидкость бруска, там просто у меня палки, блядь, полетели через Инстаграм. Я вот так телефон держал, уворачивался, чтобы мне в ебучку не прилетело. И я такой, типа, что, блядь? И в итоге я снял обзор, самый популярный обзор на моем канале. И параллельно у тебя еще были магазины, ты видел продажи по жидкости бруска, и что это был лидером рынка. И тут такая же аналогия, так же, как с Coca-Cola. Все говорят, Coca-Cola дерьмо. С Coca-Cola. Кто-то сказал Coca-Cola? Кто-то хейтит Coca-Cola? Ты что, блядь? Вот. Coca-Cola хейтит все? Да. А, посмотри на их продажи. Не, ну они до сих пор хорошие, просто у нас даже самокат есть. Когда сейчас у нас нету Coca-Cola, все друг друга, блядь, сейчас бы колу купить. А у тебя какая, азербайджанская или армянская? Да, да, да. В Москве особо такой, ммм, в стекле армянская. Вот, поэтому с Дарсайдом то же самое. Ребята посчитали там свой бизнес, посчитали бизнес в смысле бизнес-стратегию по кальяна, посчитали, что этот кальян должен стоить вот столько. Все окей. 12 тысяч в рознице. Да, 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 с колбой, нет? С колбой. Ты знаешь, мне только что не нравится, если бы они положили миласу и вот эту чашку, ну или просто эту чашку, короче, вот с прорезиненой с силиконом, я не помню. Бля, вообще бы разъебалово был. Вот не хватает чуть вот этого дополнения. У меня есть история про эту чашку, не буду рассказывать. Блядь, да заебал. Ребят, короче, если это видео наберет... Ладно, давайте так, я эту чашку видел больше, чем два года назад, уже в руках держал и курил на ней. Если это видео наберет 100 тысяч лайков, Влад расскажет нам эту историю и за одну историю с Дубаем. Ну там вообще... Вот ты же понял, да, заезд на 100 тысяч лайков, то есть никогда не наберет, не наберет никогда. Давай сделаем 50 тысяч лайков. 50 тысяч лайков. 50 тысяч лайков. На два раза понизит. Хорошо, договорились. Договорились, ребят, но, наверное, надо... Чуть я вас тереблю-тереблю. Расскажите что-нибудь сами про какие-то зарубежные, какие-то истории, может быть, я не знаю, было что-то... связанное с заграничными продажами за Бугор странное. Было? Ну, Руслан, мы просто перебиваем, Руслан, мы с тобой сидим таких... Да, Русс, ебать, заебал, нахуй, ты что, блядь, сундук, что ли, или что? Ну-ка, давай, заезд, давай, рассказывай. Тебя пытались убить, изнасилователи. Мне угрожали. Вот, отличная, блядь, тема. Это что, интересно? Понимаешь, будет такой идти, ну, то есть, смотри, YouTube-канал, идет, мне угрожали, блядь, тихо, было, отлично, да, тебе угодно, давай. Там вот деньги собирают, да? Ты, может, смешком на голове меня. Могу, нет, все серьезно тебе угрожали. Да, угрожали, есть клиенты, которые, знаешь, ну, не то, чтобы с биполяркой. Давай, два слова. То есть, чувак звонит, алё, алё, Руслан, я хочу тебе купить табак. Ты что, бразди, продашь, я тебя убью, продай мне табак. Вот так это вы? Ну, что-то около того, да. Серьезно? Ну, то есть, прям, знаешь, как бы, 18 лет вернулся, какие-то дебильные отношения, вот знаешь, когда там гормоны играют, и ты встречаешься с странными девочками, у вас вот этот... Это как в песне «Я люблю и ненавижу тебя». Да, да, да. Вот тебе звонят нам, дорогой, привет, как это? Или, знаешь, выпрашивают цену, буквально домогают, скажут, приезжай ко мне в гостиницу, мы с тобой будем обсуждать сцены, сцены, блин, сцены. И сцены тоже? Да, сцены тоже. Там был кожаный диван в гостинице? Я не был, там, блядь. Хотел узнать. Я за свою компанию поеду в любую гостиницу, но к нему не поехал, ну его нафиг. Ну да, да. Бывает, знаешь, вот просто выпрашивают цену, он говорит, я хочу цену такую-то. Я говорю, нет. Он говорит, да. И начинает, знаешь, ушко теребить, там вот это. А там не девушка какая-нибудь там? Я понимаю, что там был город такой сидит. Ну да, он говорит, ты знаешь, кто мой клиент? Ну клиент вообще-то тот самый, Путин. А я не знаю, а я не знаю, кто. Понимаешь, тебе звонят вот в три часа, ну вот реально, я не знаю, как у тебя, 24, звонят, в три ночи просто с какого-нибудь видео, там, в каком-нибудь диване, просто видео. Элло, мархабан ослабей. Я так кричуну. Он такой, элло, элло, элло. Ты такой, хорошо, хорошо, утром, я сейчас, давай показывай мне свой склад, ходил, там километровый склад, он ходил. Он ходит к нему, показывает. Да, это такие люди, делают большой бизнес, да, там у меня какие-то страны? У меня была похожая история, быстро расскажу. Давай, у тебя есть время, всего лишь он ты заговорил. Только, я сейчас, одну секундочку. Короче, я приехал в одну из стран ближнего зарубежья, и за мной ехал, искала меня одна машина с людьми, которые хотели меня хлопнуть за то, что я отказался им отгрузить, а выбрал другого клиента. Серьезно? Ебать. Вот, еще я в этой стране за два дня попал три раза в аварию на машине. Блин, ну Турция вообще удивляет. Если бы это была Турция, брат, там я бы все о безопасности чувствовал. Да, ну, блин, удивительно. Это было очень страшно, потому что было два клиента, и мне надо было сделать выбор одного, потому что в этой стране менталитет такой, что либо я, либо никто. И даже звучали фразы, я буду продавать джем ниже себестоимости, чтобы убить ваш продукт на рынке. Я осуждаю. Вот. Осуждаю. Да мне что, они рынок ломают, нафиг это надо, мы братья вообще. Да, но мы созвонились, договорились, что если что, он его отключит тоже. Вы вообще понимаете, что это вообще, ну типа это нонсенс, сейчас за одним столом сидят джем и бруска. Надо похлопать, ну, ребят, давайте похлопать, спасибо. Спасибо, что вы решили. Мне очень интересно, когда реально есть понимание, что вроде бы конкуренция все такое, но когда вот тебе какой-нибудь турок начинает зашивать, что? А мне бруска дали, пять долларов. Я, алло, Влад, дал пять долларов. Он пиздит. Я такой, что ты не заливаешься? Нет, ну слушай, это очень хорошо, у кого так работает. Супер, да, я еще даже звонил третьему бренду, к которому он тоже приплюл в наши отношения. У нас один общий клиент есть, вот, и который он сказал, что он нам дружает, и третий бренд сказал, что мы с ними не работаем. Я понял, о чем-то. Мы не будем употреблять другие бренды. Да, вот, поэтому эта история с угрожаниями, это прям... Просто хочется, знаешь, понять клиента, вот, насколько он честен с тобой. Просто понимаешь, если в России угрожали, ты бы нахуй послал. Слушай, подожди, а тебе угрожали, что не тебя убьют, а закроют твою компанию? Нет, мне угрожал клиент, что его убьют. Алло, меня убьют, брата? На слезу, наверное, надо надеяться. Да, 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 я такой, все равно мне, блин, господи. Ты его должна не видел никогда? Видел, конечно. У меня даже дома был. Здесь? Да, у меня даже клиент некоторые дома были. Это тот, который... Зарубежный, зарубежный. А, то есть ты его вместо отеля к тебе домой привязываешь? Да, да, ну, говорю, он говорит, поехали ко мне, говорю, поехали ко мне. Жесть, ну, бывает, конечно, такие вещи. Я хочу, чтобы покупать дешевле сейчас купишь меня дороже. Ну, просто удивительно вы рассказываете, вот, вы же ведь говорите про это, это для тех, кто, кстати, у нас есть еще люди в чате, которые, вот, там, работа, бизнес. Ведь эти люди, которых вы рассказываете, это же ведь в основном, ну, крупные чуваки, у них там есть реально кэш. То есть у них огромный склад, они крупные игроки, да, в своих странах. Ну, естественно. Даже те, которые говорят просто долларовые миллионеры, там, такие люди серьезные, правда, но... Но, бля, ведут всех, как долбоевые девушки. Слушай, я скажу так, у них есть такой клиент, которому я отказал, который председатель одной диаспоры в ООН. Пасть, и такие люди даже занимаются торговлей табаком. Все-таки вообще получается, знаешь, торговля табаком. А вам не кажется, вот вы сейчас мне рассказали, и знаешь, такой посыл, что в некоторых странах, типа, торговля табаком, это какая-то околомафиозная история. Ну, в некоторых, может быть. В некоторых, полностью. Слушай, ну, я думаю, что надо, там, перерыв, минуточку, сделать juice time, я так думаю, да? Juice time. Парапарадуемся на своем веку. Так, ребят, мы вернулись, с вами Сергей Сургаев. Сургаев, survival. Руслан Волков. И Влад Борщ. Бум-бум-бум. Красная фамилия. Охуенная. А вам не нравится? Кстати, я встретил в Германии сотрудник моего дистрибьютора тоже Влад и тоже Борщ. Почему, блядь, Борщ? Борщи. Только у него реально фамилия Борщ. Бля, кстати, очень люблю Борщ. Я каждый раз когда емся при его вспоминаю. Обожаю Борщ. А ты ел на дому борщ. Охуенный был. Бля, еще, кстати, похалил с того, что приезжаешь еще раз. Обязательно. Все, договорились. Ты хотел рассказать. Ты тоже приезжай, конечно. Ты и так у меня прописан. Слушай, ты обещал рассказать, как заниматься анальным. Нет, ты был на десяти мировых выставках. Это другой подкаст был у Сережи. Ты был на десяти. Нет, я не был на десяти, но компания больше, чем 10 международных выставок в этом году провела. Можно посчитать. В этом? В этом году. Мы тебе верим. В джем тоже был, может быть, не здесь, чуть поменьше. Или на всех. Чуть-чуть поменьше. Чуть-чуть поменьше. А вы были в Индонезии в этом году? Мне кажется, да. В том году мы не поехали. А рынок Индонезии как вообще? Большой, плотный. Там какой-то есть бренд, да, типа, где рэпер какой-то создал. Это ты про какое направление? Бразилию, наверное. Кальяна. Кальян не знаю про Кальяна. Мы туда только с вейпингом. Индонезия интересная. Две выставки было в этом году в Индонезии. На Бали и в Сурабае. Но на Бали там, понятно, блядь, одни разговаривающие приперлись там выставку-то назвать. А, нет, подожди, ты говоришь, выставка была или это была выставка? Короче, на какой-то выставке то ли Дима пустой, то ли еще кто-то снимал. Типа, кальянные мероприятия, смотрю, там, блядь, стоят пять палаток. Нет, нет, это ты рассказываешь про Бразилию. Нет, в Индонезии. Откуда Дима пустой? В Индонезии не было такого. Было, было. В Индонезии был там. Ты видел, да? Там Blackburn, Crown. Нет, я могу сказать, фотки наших стендов. У нас там стенд там. Там не стенд там, там вообще какая-то хуйня, блядь. Там шалаши построили, но это серьезная выставка. Нет, бруска любит быть спонсором вечера и платить много денег. Ну, так раньше было. Кстати, вот выставки, ты говоришь, вы были на куче выставок. Да. Вы были на Хук Клаб Шоу за, блядь, миллиарды баксов. На Вэб Клаб Шоу. На Хук Клаб Шоу мы не были. В мае был Хук Клаб Шоу в Казани, мы не были. Нет, я говорю, когда я еще ездил, был здоров, не подал самоката. Вы были генеральным спонсором. Да, у нас был самый большой стенд в истории. Вот, он был огромный, это просто стоило, что я скажу, он не до хуляр стоило, блядь. Нам подарили. Да, блядь, я знаю, кто это. Это как Кадыров на Аллах дал, а по-моему, что не Аллах, да, из этого разряда. Ну, серьезно подарили, сказали. Ну, это хорошо, да. Вы крутые, вот, возьмите, пожалуйста. Поздравляем вас. Международные выставки, это тоже очень дорого или нет? Да, я бы не сказал, что сильно дороже, смотря где. И смотря с каким размахом. Блядь, ну давай, допустим, я хочу построить стенд 50 квадратов. Слушай, сейчас уже много дороже, стройматериалы, они, в принципе, попробуют сейчас дома себе ремонт сделать. Не, ну сейчас понятно, но в среднем. Вот, допустим, если идет выставка завтра и послезавтра, завтра, блядь, в Москве, в центре Джон Кальяна или Хук Клаб Шоу, а позавтра, блядь, в Германии. Смотри, если выставка завтра и послезавтра, то это будет тебе стоить очень дорого, и мы не успеем даже сделать это. Ну нет, ну блядь, ну ты че доебался, блядь, достал, блядь, смотри. А что, кто? Ты тут один путь доебался. Нет, ты меня поймешь, смотри, завтра выставка в Москве. Я понял. То есть они в одно время два стенда, там на 50 квадратов. Блядь, абсолютно разные у тебя может быть, во-первых, разные там аренды, смотря какая у тебя площадь. Где дешевле, мне интересно. Дешевле? В России дешевле сделать. В России, знаешь, есть прикол, проще делать стенды. Я раньше занимался же маркетингом, и как раз таки всеми выставками занимался я там стендами, кроме вот последнего там ВКШ. У тебя в России менталитет другой. Ты говоришь работникам надо, и они такие, сколько, ты говоришь сумму, и они делают. Если ты делаешь это в Эмиратах, ты говоришь надо, а они говорят, пошел. Серьезно? У меня выходной. Я не буду сделать, ты чего? Я-то нормально зарабатываю, я не буду. Я не совсем согласен. По крайней мере, у меня со слов застройщика, что вот нет, что это так уже не получится. Тебе за ночь никто ничего не сделает. У нас был случай в России на GSC, 21-й год, по-моему, или 22-й. Это где вы забрали место Берна? Нет, это за год до этого, 21-й год, наверное, был. Ну, небольшое стоило. Короче, неважно, двухэтажный был стоил. Это уже было после стенда Берна, когда вы забрали. Нет, 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 это был. Это был, когда мы рядом стоим по диагонали друг от друга. Это двухэтажный стенд, помнишь? Это был еще раньше. Это 21-й год был. Вот, и мы приехали вечером на площадку посмотреть готовность стенда. Он был наполовину собран, они сказали, за ночь успеем, мы с утра приехали, второй этаж не построен. В 8 утра все работники вот так бросают молотки, там шуруповерт и уходят. Почему? И мы своей командой достраивали стенда. А почему они не сделали? Ну, я не знаю, они там разосрались подрядчиком. Вы же не самый надежный был. Возможно, я не знаю. Но мы с ним сидели, мы выиграли с утра, все нормально, но в целом тоже можно в Дубае сделать супердешево и супердорого. Зависит от застройщика и качества материала. И вообще от твоих аппетитов что-то смотря хочешь. Да. Ну, понятно. Потому что в стенд, правда, можно вложить сколько угодно денег. Ну, это я понимаю. Вон, я говорю, бруска вот они вложили тогда, а теперь их, вон, последний год предыдущий. Прошлый год, который только нам был, он все жалко, что бруска из медиаполя исчез вообще. Да, часто говорят. У вас все плохо, вы там в соседе хуи, все дела, да. И вообще их нет, типа проклятия. Ну, опять же, я прям очень легко отвечаю на этот вопрос. Пошли нахуй. Нет, мы поменяли вектор развития маркетинга. У нас теперь мы за оффлайн-маркетинг, мы за трейд-маркетинг. Самая эффективная работа это с полками, это с воблерами, шелф-тохерами, наклеечками и так далее, с мотивацией продавцов. И это работает. А то, что мы блогерами, я не блогер, там вы, я тоже, не блогерами, там сидите, что-то кого-то обсуждаете, это реально смотрит нам 1% людей. Ебать. Хорош, вот это я закручу, да, должно просто уйти. Ты пиздишь, и скажи, что это не так. Не так, я пошучу. Да не вро, подожди, ну смотри. Дошло до того, что я захожу в какой-нибудь ебать чат, какой-то неизвестный, пишу привет, и мне пишут, а это тот, кто рекламировал. Рекламирует, блядь, джем, нахуй, типа, или еще что-то. Так это профи на экономике. Я уже не могу ничего написать у них, потому что знают, что я с ними на контракте уже год, я их рекламирую, я их люблю, я про них говорю. Но больше, чем, нарус. И, но мне вообще, в принципе, кто-то спрашивает, ну почему я вообще про это слышу, потому что я из Самары, а все говорят, ебать, у вас тут два гиганта, блядь, типа, и джем, и бруска. И говорит, а что сбруска, что у них все хуево, их там, блядь, налоговая, отъебала, убэ, отъебал, все вас там ебут, извини, только не я. Где, почему я вас не так, ахуй, почему не я, ребята, где мои, блядь, коврижки? Нет, это все, я тебе объясню, я тебе просто мне говорят, а я говорю, блядь, ребят, кто омс, я-то, блядь, понимаешь, с позиции-то нормально, я же все-таки вы земляки мои. Мы с тобой общаемся, ты знаешь, как это. Да, я говорю, блядь, да нормально, у них дела, почему вы решили, если они там не платят всем блогерам много опять денег, потому что я слышал, что раньше, до того, как даже меня кикнуть, а меня, кстати, кикнули очень странно, я уже об этом говорил на предыдущем подкасте, внезапно платили очень много денег, всем вообще, без, просто, без ограничения, ты что, бомж, бомж, о, смотрю, бомжа, этот, блядь, подик, миникан, все, блогер, на тебе, блядь, коробку, блядь, ну, было такое у вас. Ну, я не согласен, совсем крайне сим, они подали, но. Чувак, я знаю, что вы отправили таким блогерам, которым любой нормальный человек подумает, блядь, это что, блядь, какой-то ебать скамер ебаный. Я согласен с тобой, было, похоже. Не, ну, знаешь, тут вопрос в том, что вы покрывали запросы каждого человека, а тут вы просто вообще никому ничего. Ну, потом я видел под Новый год, блядь, посылки. Не, ну, ладно, не судил, просто у меня реально был такой запрос, поэтому я и сказал. А у нас были посылки перед Новым годом какие-то, да? Вы отправляли блогерам, да. А тебе отправили? Мне, да, вот, видишь, водичка. Мне серьезно, отвалите? Ребят, волжанка, пейте с амазкой, вода, кстати, очень вкусная, если кто-то видит на полках, обязательно покупайте, мне нравится. А еще, я слышал, если ей тушить уголь, какой? Бруско. Да, блядь, ну, слава, все из портфель, сын играется, слава. Куколок, ладно. Кстати, был тоже один прикол на счет куколока, я, Ваня, заобьись, такой блогер известный, классный парень, Ваня, привет, и я анонсировал подкаст с ним, и у меня, не, чувак, а, это тот, который уголь постоянно реклама, я зашел к нему на подкаст, там, типа, два часа, я уголь реклама, блядь, нормальный чувак, нет. Мы просто рофлим, ребят, просто это все хайп называется по-русски, а вы, кстати, его делали, а сейчас не делаете. Кого уголь? Хайп. Хайп, мы его делаем по-другому. Люди не видят, а хочется или нет, ни хрена там ни один процент, много людей, вот, слушай, благодаря мне, я узнал, что, например, урбан соло есть проблема. Какая, кстати? Блядь, его не могут люди в своих городах найти, небольших. Серьезно? Конечно. Ну, есть такая проблема, джем есть, а урбан соло нет. А что, Руслан? Разбирайся, пожалуйста. Хоть один человек из Египта тебе написал, что урбан соло можно найти. Блядь, нет. Люди из Египта, мы вас вызываем, пожалуйста. Из Америки, из Канады или из Египта, может кто-нибудь писал? Нет. Какие ко мне вопросы? Вот, поэтому так. Ну да, шумели, да, чуть-чуть притихли, но мы просто поддерживаем. В тихом уме у тебя. А, это другая. Нет, ну ты думаешь, стоит ли, мы, кстати, плавно перетекаем. Списать этих за счетов? Мы плавно перетекаем к блогерским разговорам. А стоит ли все-таки с блогерами работать вообще? Блин, так как я начинал все это в компании в плане работы с блогерами, вот это всех подключение, блин, знаешь, какой жесткий отбор у меня был вообще. Ну, не то чтобы жесткий, но ты сканируешь его страницу, видишь этих накрученных подписчиков, тебе пишут просто, если 24 на 7 сейчас тебе турки пишут всякие вот, то там тебе пишут блогеры, которые пишут, ты не поверишь, и жена не поверила, что Джим дали мне бокс со всей продукции. Я говорю, мы тебе ничего не дадим. Нет. Он там накрутил тысячу подписчиков, говорит, все. Пошли слухи, говорят, Джим от тысячи подписчиков всем дает. Мы как к этому прям всем раздаем. Да, да, да. Нет. Это когда ты был у руля, да, в маркетинга типа. Но ты считаешь, что… Слушай, это имеет место быть, это имеет определенный эффект, наверное, на каких-то этапах. Сейчас сложно говорить об эффективности. Вот то, что он называет, на самом деле эффективно. А блогеры, у нас с тобой партнерка, я не могу сказать, что мы идиоты и платим на эти деньги просто так. Нет, ты свои деньги отрабатываешь, пиздец. И на самом деле люди приходят, да, и со мной лояльность бренда, это неплохо. Ты тоже к нему домой ходишь? Да. Кстати, да, недавно только. Кто-то был только к нему ходит. Нет, слушай, но подписчиков всех. Нет, слушай, я считаю так, ребят, на самом деле, вот ты сказал, что есть такая история, что часто блогеры на партнерках заебут. Короче, ты им плачешь типа бабки, я тебе каждый день что-то пишут. Я так не делаю. Я стараюсь работать и сделать по-другому. Заебовывают те, кто не по-кому ты не платишь бабки. А, кому ты платишь бабки? Хозяй, чтобы ты их не заебывал. Слушай, ну тут вопрос такой, знаешь, если бы, мне кажется, про партнерки, почему мы отключили? Потому что мы посмотрели, все наши партнерки, а там был очень большой секс. Я говорю, вы всем, блядь, платили вообще, всем. Вот, и как ребята относились к своему делу, ну, есть вопросы. Есть вопросы. Когда у нас была джентльмерская договоренность, что человек выступает всегда в майке бруска, он последние три видоса записал в майке, а сверху рубашка. Как ты считаешь, он исполнил свою часть договора или нет? Если у него был договор где-то прописан, то нет. Мы читаем договора. Нет, мы за джентльменская говорим. А, вот типа с ним договорились. Да, что, смотри, брат, мы тебе платим 100 рублей в месяц, а ты на всех видосах своих, там, у тебя три видоса в месяц, если ты стоишь в футболке бруска. Слушай, ну, я могу сказать так, у меня джентльменских договоров таких нету, но если вы с ним это договор, вот вы проговорили. О, у меня есть отличный пример. Я работаю с поляной по аутсорсу, вы это знаете. Мы джентльменский договор с директором компании хлопнули по рукам. Вы, наверное, тоже знаете, я рассказываю, что я вот работаю только с поляной. Блядь, ну, как ты думаешь, мне были предложения по-другому аутсорсу? Блядь, ну, конечно, были. И я, блядь, всем отказываю, потому что я дал слово. Если он дал слово, и так делать, то он дал боёб. Ну, и мы его, логично, что мы его отключим. И таких было 40 или 50, или 60. Его, к сожалению, не знаю, на тот момент, что в маркетинге не работало. Но у них там вообще, видишь, ходит много слухов о кругу русской компании, потому что, опять-таки, было очень много хайпа в медиа, потом он резко исчез, сначала был, типа, вопрос, где, блядь, они, потом им всё плохо, их, там у них, типа, кто-то деньги своровал, столько, короче, всякого дерьма я послушал про вас, что я говорю так, ребята, компания есть, компания будет, компания есть, компания существует, и компания ещё, блядь, наполнит о себе, я так всегда говорю. 100%. Вот. Блогеры-то. Ты считаешь, что надо? Слушай, ну, вот я дополнил бы, знаешь, у всех очень разный подход, но радуют очень такие собранные, серьёзные люди. Обычно это старички индустрии, которые предоставляют тебе полную отчётность, которые всё делают, то, что, смотри, вот. Я вот, допустим, когда там занимался один маркетингом, мне было очень неудобно следить за, там, 20-ю блогерами, блин. Когда они там что размещали постоянно, но это очень неудобно. И один вот так выделился, знаешь, у меня, смотри, вот это тайминги, вот это скрины, вот это просмотры, вот это всё. Вот мы работаем, вот моя отчётность. Я, блин, работаю. И ты такой, господи, какой ты замечательный человек, как с тобой просто работать. Я просто в конце месяца изучил и сделал какие-то выводы. Другие такие, ну, я там что-то, как-то это. И ты, ну, видишь, вот эту всю несерьёзность, несерьёзный подход к работе. Мне стрёмно. А что это делать? С кем-то стоит работать, с кем-то нет. Тем более, бруска немножко дольше на рынке в плане компании Бруска и в плане компании Джем, и когда ты только заходишь на рынок, ну, тебе нужны блогеры. Но со временем, возможно, уже не так. Слушай, мне просто, знаете, что кажется, что, парни, я к тому, я делаю аналогию с, например, компаниями с ставками. Блядь, их же тысячи ставок. Но есть популярные. И они все подписывают в амбасадорство разных комиков. Знаете, ну, например, ну, не знаю, медиалит, давайте правильно скажем. Почему я сказал кольников, потому что есть покерный турнир Винлайн, очень, кстати, прикольный, мне нравится, интересно. Винлайн, Винлайн, Вудуш, да, промокод Сургаев, Винлайн, да нет, шучу. И они не могли позвать много кого себе на этот турнир, а в частности, помогали к Харламам, потому что у него контракт с другой букмекерской конторы. Прикинь, какой прикол. Но это ещё не так развито, как в Казахстане. В Казахстане вообще реклама букмекеров прямо на каждом шагу. Да нет, но я к чему это вообще подвожу? Подожди, расскажешь про Казахстан отдельно. Почему я это подвожу? К тому, что, казалось бы, да, ставки повсюду, но они всё равно покупают рекламу, покупают, покупают, покупают. Федеральные каналы, всякие медиа-движения, подписывают новых амбассадоров, заходят к новым стримерам там, ну, я вот по стримерам, да, сужу, я их вижу, к новым блогерам. Михаил Литвин с своим энергетиком. Он встал в пятёрочке, встал, блядь, в самокат, и он сейчас подписывает новых амбассадоров. Очень много блогеров он подписал на амбассадорство. Ты знаешь, что наш лимонад стал в перекрёсток и в пятёрочку? Бруска, лимонад? Слушай, я, насколько помню, это не очень выгодная история для вас. Ну, типа, чисто маркетинг. Чисто маркетинг, наверное, и было когда-то. А, вы сейчас наладили свою тему, и у вас это всё, типа... Давай я фоточку пришлю, ты выставишь. Давай, да, да, обязательно. И типа прям кайфово? Да, да. Правда, там был один факап, поначалу у нас сначала выставляли в отдел с пивом. Хочу ему, блядь, чёрная банка у вас? Ну, она же, говорит, не чёрная. Осуждаю негатив к чёрному ребяту. Нет, нет, чёрная, у нас давно не чёрная банка, кстати, да. А, уже давно? Да. А вы отошли от жестяных или жестяные банки? Жестяные. Просто я помню, кто-то мне говорил, но мне это не связано с вами, кто говорит, что у нас с металлом проблема, типа. Что вот именно такие консервы, кто-то такое. Что-то такое, типа, и банки. Я тебе рассказывал. А ты мне рассказывал. Да, вот, и с этим проблемы есть. Бля, бруска, а что-то ещё? Хочешь бруска сделать, не связанная с кальяной индустрией? Уже делает. Бля, есть что? Нет, мы не связываем просто эти направления. Но это нельзя сказать. Да. Ну, скажу так, 5 или 6 уже направлений запущено, которые активно качают. С чем хоть направлено, ну, блядь, скажи, в какой сфере? Не могу. Не знаю, блядь, рыбалка, отдых, охота, гейминг, проституция. Что? Всё вместе. Вау, вот это нормально. Ладно, ребяточки, мы к блогерам. Давайте немножко опять подытожимся, свернёмся. Вы всё-таки... Почему я вообще про них с вами говорю? Вы люди про деньги. Вы грузите... Ты работал в маркетинге, ты работал в маркетинге в своё время. Вы люди, которые, блядь, повидали, сейчас я так смотрю на вас, такие серьёзные, блядь, купили классный чай, когда мы сейчас были в магазине за 4 тысячи рублей, чтобы сидеть выпивать здесь джусь. То есть, ворочите бабками, крустите деньгами компаний, зарабатывайте хорошие деньги. И вот я хотел как раз-таки узнать ваше мнение по вообще в целом кальянного блогинга, есть ли в этом перспектива. И как ты считаешь, вот сколько... Перспектива для блогеров? Да в целом, вот представь, вот для меня, вот я сижу, я у вас спрошу. Что мне делать, пацаны? Я кальянный блогер, я хочу вот, например, развиваться. Слово «беги, не разрешаю». Иди на завод работу. Я знал, что он так скажет. Слушай, нет, ну смотри, давай так. Я не считаю на самом деле, что все блогеры там плохие люди, и они просто так берут деньги. Да, от вас какой-то профит для компании есть. В первую очередь, это серьезные люди смотрят на вас, владельцы магазинов, лаунжей и так далее. И уже на основе этого делают какую-то там заявку. Конечно, конечно. Это первый, единственный плюс, как я считаю. Но в то же время, ты примерно знаешь рынок цен на блогеров. Да, конечно. Вот, и ты можешь сравнить там с ценами на Дудя, с ценами на… Бля, да, там вообще пиздец цены. Ну и сконвертировать цена за один просмотр. Ну нельзя, кальянный блогинг, потому что у нас аудитория другая, понимаешь? Какая? Смотри, я тебе так объясню. Можешь сделать Ивлеева обзор, а можешь сделать Антон Гайворонский ляйк обзор. И я тебе скажу, что конверсия Тайка, если ты возьмешь лидов, будет больше, чем у Ивлеева. Знаешь, почему? Потому что люди, которые смотрят Ивлеева… Невозможно посчитать. Какие лиды? А если он скажет, про муку Тайка надо купить, блядь, с шилами на… Мы говорим про узнаваемость брендов. Подожди, 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 ты не понял. Если конкретно ты говоришь, людей заинтересованных, погруженных. Просто у Ивлеева может быть полтора миллиона просмотров. Вот Чебако купил у Баста рекламу. И что, блядь? Но, вы заметьте, как охуенно Blackburn интегрирует суперзвезд. Вот они молодцы, они правильно это используют. Меня один раз на таможне спросили, видел ли я коллаборацию Бёрна и… А, нет, видел ли я на Арбате, когда Бёрн делал вот эту вот акцию, не акцию. Серьезно? На фасаде, да, меня на допросе на таможне спросили, видел ли это. Нихуя себе. Ну, она была, это же факт. Ну да, ну прикольно, молодцы ребята. Очень круто. Ну, типа, они круто интегрируют, они берут звезду, берут там вот у них Слава, да, на партнерке, и он с ними снимает, и вот как бы все это видят. Ну, это очень круто. Они, то есть, покрывают сразу всех. А вот Баста сделал рекламу, ну и что? Годи, в смысле они покрывают сразу всех? Они покрывают и кальяна индустрию, и покрывают вообще в целом медиахвар. У них один блогер на подписке в кальяна индустрии, насколько я понимаю, нет? Ты очень ошибаешься. Да? Погоди, а с чего ты везешь, что они покрывают всех? То, что они покрывают кальяну… Все равно, они все равно как бы тыкают и в кальяна индустрию, и… Я не думаю. Почему? Ну, в кальяна… Слава очень популярный чувак. Слава молодец. Ну, давай возьмем вот просто коллабу эту с Джиганом. Чили на расслабоне. Да. Просто лично читал комментарии, смотрел, и, знаешь, старался как-то абстрагироваться, и понимал, что бы я думал. Вот я вообще не из кальяна индустрии, а пришел в компанию вот просто нулево. Я там когда-то вкурил там Дарксайд, Альфа Кир, все. Ну, нормально, все. Как бы я это воспринял… На расслабоне. Ну, такой, ну, Джиган, красавчик. Дальше пошел. Нет, ты неправильно понял. Вообще даже не пойму, что это будет. Бернель, еще что-то у тебя нет, никаких отсылок, и ты, скорее всего, никакую новую аудиторию не привлечешь. У тебя не будет тыка в новую аудиторию. Не, реклама на Арбате, братан, это было просто… У меня есть огромные яйца. Смотри, я их на стол, нахуй, достал. Вы видали, сколько у нас денег ебать? Это круто, а причем здесь тыкать в новую аудиторию? Я тебе объясню. Когда они взяли того же Джигана, он снял кучу сторизов, Арбат, то есть все вот это появилось, все это увидели из его подписчиков. Но часто, например, кальянная комьюнити, вот эти кальяно-питеки, так называемые, мы, 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 ребята, мы это можем не увидеть. А они берут блогера Кальянова, делают с ним съемку, интегрируют ее, и вот все комьюнити в итоге охвачено сразу. Что такое ты показываешь? Но мы это выставлять не будем. Бля, понятно. Голый жопа мне зачем-то показал, я не меняю зачем, нормально. Ну, круто, что, солидно, бля. Ну, а если будет сколько-то лайков, я могу сказать, что я там видел. 100. Миллионов. Да, да нет, ладно, круто. Бруска, молодцы, базар-вокзал. Я согласен, я позитивно отношусь. Так, все-таки к блогерам, да, кстати, реакцию его тоже. Могу жопу показать. А я тебе показывал. Ой, это круто. Как тебе жопа? Турельно жопа. Такой нормальный подкаст. Так, ладно, вернуться еще к блогерам, ладно, тогда давайте конкретик, ребят. Мне же надо как бы это тоже у вас поспрашивать у богатых людей. Топ-5 кальянных блогеров, не считай меня. О-о-о. Не считай тебя. Да. В область страны, если бы он вписывал. Да, бля, да, я заебал, я не хочу. Я честно не свяжу вообще. Я просто объективно спрашиваю. Я из-за того, что вот старый чувак. Завтра ты становишься директором компании. Тебе приходит отчет в отдел маркетинга. Тебе говорят, надо взаимодействовать с блогерами. Я не могу. Давай, ладно, скажу вот так вот. Кто тебе нравится, похуй? Мне нравится Родригес, братишка, мой привет. Мне нравится. Блин, да, если ли я старый, я новую школу не знаю. Плохо. А какая новая школа, чувак? Вот это даже не... Я даже не помню, как этих чуваков зовут. Поехали. Кто-то с длинными волосами, кто-то с короткими, кто-то лысые, кто-то... Тебе еще надо четверых назвать, бля. Кого я назвал? С длинными? Это укурок-джей. Укурок-джей. Укурок-джей, это фил. Тебе нравится укурок-джей? Нет, я тебе говорю, топ-5, назови твоих, типа... Давай так вот, потому что я старый, я называю своих, с кем я общаюсь, это будет Марик, это будет, кто-то первый назвал? Девида Родригес. Родригес, да, потрясающий чувак, ты помнишь, как мы с ним познакомились? Да, конечно, я к нему тоже хорошо отношусь. Типичная история. Так, кто еще? Пусть будет Гайворонский, как-никак он весь смеет. Ну давай, Шантоха, включи в список, да? Ну вот так, чуть-чуть. Слава к МТМ, конечно, конечно, Слава, и последний, тебя назвать нельзя, да? Да ну, блядь, зачем? Вы сейчас на нас обидится, давай, будешь, и все остальные. Нет, давай пятерых, не ебет, выбирай. Да, мы все равно всех отключили. Да, кстати, что-то, мы про кальянных блогеров говорим. Давай кальян, а ты хочешь вейпе назвать кого-то? Ну это никого вообще не знаю. Ну вот я по этому тебе не спрашиваю. Ладно, я знаю. Ну давай пятый будет пара-пара-пам-пам. Можно вот это вот. Давай-давай обезьянку тебе. Соберите. Давай, давай, Русанка. Борщ, 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 борщ. Не совсем YouTube-блогер. Пожалуйста. Никита Смокетрип. Пойдет, принимается, Руслан. Меня не надо называть. Мой сладкий. Ладно, ну так что, давай. Посмотрим. Очень хорош, Влад, около кальяна. Отличный ответ. Прям старичок, молодец, подход к работе, все великолепно. Мы как начали работу, так и работаем уже, я не знаю, даже сколько. Так, я так понимаю, то он отчеты классные пишет. Да. Молодец. Прям образцово показать. Все, я точно. Все четко. Я, кстати, взял его пример. Я тоже так делаю. Серег, вот. Просто иногда бренды хотят какой-то, знаете, почетный период странный, я думаю, сейчас закончится месяц. Я не понимаю, зачем, ребят. В целом сейчас это YouTube пипец, какая открытая платформа. Telegram тоже. Вы статистику можешь сам выгрузить. Понятно, но тяжело. Да, хуй мать им заниматься, он деньги платит. И ты понимаешь, что это вопрос в том, что… Чтоб наебать со своей статистикой. Ну так проверь. Ну так все равно надо тратить время. Я согласен. Суть в подходе. Да. Я вот тоже скидываю. А у меня теперь другой вопрос. Как мне на твиче? Вот как мне на твиче? Ладно, закончим, блядь. Потом я обраду. С дарома, там, скидологов. Да, я не знаю, кстати. Сколько в компании брускоотдела маркетинга? Сколько я знаю, когда я один был, у вас было их 30 человек. И вот они могут там выгружать, еще что-то. Я дай бог всем отвечу. Знаете, это для тех, кто сейчас телеграм-канал ведет, пишет по рекламе. Только хорошо, Влад около кальяна принимается. Еще четверо. Нет, там, знаешь, все конкретно, все что-то. Нет, Владу респектуем. Влад, да, Дэвид Рогатдригес, да. Это прям очень терпеливый, крутой человек, который, знаешь, вот делал нам эти классные видосики про Урбан. И вот я его заебывал, прям заебывал. Мед недостаточно хорошо плавит. Воус. Ты реально такой хуйю писал? Говорю, а давай в конце. Бля, Дэвид, за тебя, нахуй, дай мне бутылку. Я говорю, а давай в конце у собаки в зубах джем будет. Он говорит, у собаки не было джема. Я говорю, я хочу, чтобы был. Понимаешь? Нет, видосы лучше получались. Ладно, дай воду мне мою. Бля, ну видосы охуенную дай. Я охуенную, не, подожди. Он очень хорошо снимает. Ну это реклама, он про рекламный говорит. Я заеба, я прям за детали. Ты реально его, блядь, заставлял мед плавить, нахуй? Я не заставлял. Я просил. А еще в конце мне нравится, я говорю, сколько денег ты хочешь, сколько не жалко, брат. Отлично, блядь. Да блин, для тебя ничего не жалко, вот тебе тысячу рублей, правильно? Ладно, Дэвид, да хорошо, Дэвид. Дэвид прям потрясающе. Еще трех, поехали. Фил. Фил, почему? Чувствую. Фил, просто парень хороший. Охуенно. Можно топ-10 сделать, будет проще. Не, охуенно мы про блогеров, да парень хороший. Не, хорошо, давай Фил, принимается. Рассказывает интересно, он приносит что-то новое, он про миксы, у него прикольное заведение, то есть с ним интересно общаться, он реально интересный парень сам. Хорошо, Фил, третье, четвертое место. Я очень люблю Фила, уважаю, прям мне нравится. Четвертое. Четвертое. Но мы сейчас просто называем пять, а не по местам. Ну, понимаешь, мне ближе те, с кем я, например, вложил контакт, с кем я работал, с кем сейчас люди там работают у нас. Да похуй, ты называй вот кто есть. Особо не смотрю, я даже твои, я эти не смотрю. Охуенно. Кидай второй, смотри. Я не смотрю, когда мне смотреть твои вещи. Ну, понятно, сарабня общаешься. Я вот этот максимум посмотрю, кто не до конца. Дома. Да. И то половину экрана вот так заклеиваю и на себя смотришь. Сейчас быстро слова назад забираешь и говоришь в микрофон. Я посмотрю видео. Да нет. Руслан, мы понимаем, что очень занятой человек, серьезный предприниматель. У тебя вот смотри, какие протоки на руках набиты. Конечно, ты будешь смотреть на тролицу. Ты все не спрятал, да? Да. Ну, скажи последнего. А, последний? Я, по-моему, трех назвал. Фил. Подожди, Влад, около кальяна, Фил, Родригес. Родригес. Все. А, все, ибо еще двух. Ты что, блядь? Он мне хотел запутать. Он мне хотел запутать. Он мне хотел запутать, он мне хотел запутать. Хотел, понял? Ну. С кем-то еще было приятно работать. Давай. Приятно, что я без памятств. Ну, давай, ну вы что? Кирилл Капуста, блядь. Кирилл Капуста, принимайся. Я не работал. Не работал? Не. Блядь. Кинь еще раз не буду. Слушай, смотри, три по-хорошему. Четыре. Мы с ним начинали работать, когда он был намного меньше. Ну, прям видно было потенциалу, что он своего там добьется. Он молодец. Гайворонский, мы с ним толком не работали. Мы все еще ждем от него видео. С нашим предложением. С нашим мотоциклом. Кальяном, который выиграл в Хука баттле. Первое место вообще-то. Блин, есть супер-пупер история. Просто я не могу ее рассказать. Ну, если вы хотите, то... Давай, хочу. Короче, вот этот ваш сотрудник, который участвует в Хука баттле. Как его зовут? Что он сначала к вам шел? Как его зовут? Антон. Антон. Антон сначала пришел к нам, говорит, транспортируйте меня на Хука баттле. Мы пробили, а он в джеме работает, прикинь. Он еще не работал. Он к нам тоже пришел. Да он тоже пришел, говорит, мне деньги на кальян. Я хочу кальян. Я хочу кальян, но я тоже хочу кальян. Нет, он крутой специалист, на самом деле. После этого мы работали чуть-чуть, небольшое время с Байрамом. И он тоже от нас ушел к вам. Байрам, красавчик. Байрам, да. Байрам, ты знаешь, что? Это который рэпер? Да, да, да. Блядь, чувак, он вот... Смотри, смотри, Байрам, нам вов. Смотри, мы, короче, смотрели вот этот... Байрам, блядь, там такие кринжовые видосы есть. Но Байрам, ебать... Но он нормально сделал. Он, блядь, я тебе даже так скажу, это не уровень этой ебаной вообще помойки. Конечно. Это прям уровень был на... Типа, если бы Баст сказал, вот на конкурс, на шоу, пришлите, он мог прислать, и это было типа... Ну, он вот с нашим кальяном занял первое место тогда. А как ты понял, что он к нам ушел? Когда он на стенде у нас увидел его? Может, когда он в песне там, блядь, постоянно... Мне кажется, слушай, я на корабле на дне рождения Хука Баттл, в третьем он рассказал, что... А он кто такой, этот Байрам? Я его не помню. Кроме того, что он охуенно читает Ревер, ты был на корабле сам? Конечно был. А я был? Нет. В том году? В этом году меня не было, я был германник. В том году я заболел или что-то там был. Кто такой Байрам, кроме того, что он охуенно читает Ревер? Легенда Хука Байрама. А тогда Байрама с нами не было. Он постоянно выступал на этих Хука Баттлах? Да. Браток, Байрам, если ты меня... Он легенда, легенда. Легенда. Браток, тихо-тихо-тихо, подожди. Браток, Байрам, если ты меня слышишь, иди читать рэп, нахуй, я тебя умоляю. Ты будешь второй ми-я-гейн-шпиль, ебать, у тебя все будет впереди. И возьми того своего друга, этого афроамериканца, он так интересно, так делал. Смотрите, Байрам, легенда Хука Баттла, работает сейчас в Джейме, да? Не знаю. Хорошо. В моем отделе его нет. Как еще раз Леша? Я прошу, спасибо. Егор. Антон, можно вот это вырезать, а то мне очень неудобно будет в следующий раз его встретить в аэропорту. Да ничего страшного. И письмем пиво. Да, и письмем пиво. Он с брючком будет, чтобы ты понимал. Антон, прости, я честно запомню, просто, блядь, у меня вот сейчас больше двух тысяч контактов в телефоне, чтобы ты... У тебя там нет. Кстати, да. Не, он подписан, знаете, как он мне подписан? Хука Баттл просто подписан. Лицо Хука Баттл. Он тоже легенда, да, по-моему? Он легендой стал. У вас, получается, две легенды. Две легенды, да. Две легенды, да. Но мы-то круче, у нас работает человек сразу с двумя перстнями легенды. А у нее еще, по-моему, особый, да? Бля, ребята, давайте, если честно, ведь это Хука Баттл, это же какая-то хуя. Ну, все, простите, я просто... Хуя тоже какая-то. Сейчас, стас, вам нравится вообще, кто-то вообще что-нибудь смотрел? Понимаете, если бы не... Я тебя хочешь перебью? В этом году, если бы... Не хочу. В этом году, если бы укурок Дженни снял видео, с которым мне подписан, говорит, бля, там кринж, пиздец, посмотри. Я бы ни за что не посмотрел это. Ты не прав, потому что на экспортный рынок, как раз Хука Баттл, очень хорошо работает. Вот, когда я увидел рекламу Дарксайда, я подумал, бля, походу в этом что-то есть. То есть, за границей до сих пор они интересуются, когда люди забивают, блядь, кальян на тыкве и все это хуйня. Да, это очень супер-супер популярно. Бля, у нас, типа, такие, бля, что за хуйня? Ну, мы уже прошли этот, ну, честно. Ну, да, нам это же интересно. Мы недавно со Стасом созванивались, я ему то же самое говорил, в России уже это тогда прошли. Но за границей это интересно, и у них очень много проектов, если я не ошибаюсь, у них в районе 29 проектов заграничных в этом году будет. У Стаса в Митково-Дип? Бля, они так колхозно делают в последнее время все, ебая, ебал вообще. Слушай, мне вот как бизнесмену, ты правильно говоришь, мне главный результат. Да, я понимаю. Нет, я говорю просто, вот я визуально вижу, я такой думаю, бля, я дома стрима лучше делаю, ебать, один, нахуй, чем они введут вот эту всю историю. Так ужасно все сделано, пиздец. Но я надеюсь, что они справятся, и у них все получится. Это как бы должно... Да, они молодцы. С ними приятно работать, мы сотрудничаем. Должно быть. Ха-ра-ха-ха-зайбись. Так я знаете, какую тему еще хотел поднять? Простите, что не отвечаю на сообщение. Стас, я тебе обязательно позвоню, честное слово. Либо меня, либо вот он. Мы можем сразу за двух поговорить. С тяжелого, правда. Ну, бывает. Хочется. Слушайте, я еще вернусь к теме блогеров денег. Слушай, у меня только единственная проблема, так как сейчас вообще, ну вы это не знаете, вам поебать и плюс похуй. Но знайте, что сейчас вообще эра стримов, и многие известные люди, блогеры идут в стримы. Вот. И как посчитать, вот у меня конверсию стрима, это вообще... Я тебе донатил, помнишь? Да, спасибо. Это было очень давно, кстати. У тебя было два подписчика. Да, два подписчика было. Я, кстати, очень четко помню, вот ты помнишь, да, когда был период, я заводил стримы, у меня за 10 часов стрима ко мне могло зайти, но 5 сообщений написать, например. И когда... Знаешь, чем мне нравится еще около кальяна? Да. Я к нему пришел на стрим. Да, прикольно было. И там ко мне начинали клеиться какие-то женщины, что-то говорить, говорит, позови, пожалуйста, еще раз, он мне говорил, что там звали, он говорит, рекордное количество удержания клиентов, ой, клиентов, людей на стриме. Когда я пришел к тебе на стрим, и начал что-то говорить, мне говорят, пускай этот очкарик заткнет. Ну, ты прикинь, он зашел, ты понял, да, аудитория Ютуба и Твича, ну, типа, но зато, когда я пришел к Владу, у него, чем я прославился на стриме, мы собрали что-то 5000 донатов, по-моему. Вот так вот, 5000 рублей? Да, ну, это нормально, застрим. Это неплохо. Бля, ну, понятно, пацаны, вам, блядь, то. Вот жду вас на следующем стриме, чтобы каждый меня по пятерику нахуй скинул, ебать. Короче. Надо начать их смотреть хотим. Да, согласен. Тяжело мне от конверсии стримов посчитать, просто моя боль, дырка, моя задница, поняли? Типа, вот как они поймут? Там иногда, типа, смотришь, и количество просмотров 500, например. Но если ты посмотришь весь стрим, там постоянно люди пишут, 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 пишут. Надо смотреть на пик. Там ты пик твича, там заоткрывай статичку, там вот так вот по онлайну идет, но в среднем там 20 человек смотрит в среднем. Ну, то есть, понимаешь, один пришел, другого шел, один пришел, другого шел. Ну, я понимаю. Ну, а для чего тебе это? Ты хочешь продавать рекламу? Так я, у меня вообще-то мультибрендовое предложение. Кстати, вот к вам как к маркетологам обращаюсь, вот вы бы купили рекламу мультибрендовая история у нас. За 5000? Ты что, охуел? Какие педали? Но в целом это интересно. Ну, если есть хорошие показатели, то. Ну, неплохо все вроде, да. Развиваемся. Ну, знаешь, что, 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 забавно реально. Вот там сидят вот иногда, ну, примерно вашего разряда люди там уровня, да? Или такой типа, ну вот на твиче стримлянень таким. Понятно. Ну, ты понимаешь, что вообще нахуй не ебет, что такой твиче, вообще стрим, какой нахуй, кто, блядь? Я вот сейчас отправил посылку очень популярному стримеру, в Тольятинском, я тебе рассказывал. И мне рассказывал. Вот, и типа, никто нахуй вообще не знает, кто это такой, типа, типа. Вообще всем похуй. Я, кстати, не знаю кто. А ты же понимаешь, что одним этим стримом он охват сделал, возможно, опять, если мы в охвате, да, смотрим, больше, чем, блядь, все кореянные блогеры за две недели, например. Ну, окей. Ну, я так просто. Ну, окей, как говорит Олежа. Ну, окей, интересно просто. Ну, как вот это мне оцифровать? Да никак ты не оцифруешь. Вот типа, вот есть вот такие вещи, которые тяжело оцифровать. Понятно, есть ролик, есть комментарии, есть реакции. Просто у меня такая к вам позиция. Вот смотрите, я сейчас эра телеграм-блогеров. Ну, есть эра, понятно. Но вы вот как относитесь к этому, типа, вы считаете, что вот у человека есть телеграм-канал, и он вот полноценный медиа, полноценная медиа-единица уже? Или нет, все-таки? Просто канал. Да, просто телеграм-канал. Ну, вот у меня телеграм-канал на 5000 подписчиков. Это для тебя такой серьезный блогер? Или к тебе приходит, например, Олег. У Олега есть YouTube, есть Telegram, есть Instagram, и он еще... Да просто, блядь, Олег. Ты сейчас опять скажешь, что это я про себя говорю. Ну, понятно, что ты на себя намекаешь. Нет, блядь. Да нет. Нет, я просто, ну, там... Мне просто интересно понять вашу мысль, понимаете? Моя мысль, чтобы, главное, качественная аудитория была, которая мне нужна. Потому что я могу накрутить себе прямо сейчас 5000 подписчиков, и я буду крутным блогером. Бля, ну крути мне везде, нахуй, заебал. Ты представляешь, что стоит везде накрутить, блядь? Вообще, грозно. Вообще-то, что вы понимали, сейчас развивается не только телеграм-канал. У меня, кстати, недавно с телегии, ну, мы же розыгрыши, как, блядь, набивают подписчиков, сейчас делают розыгрыши, вы понимаете? Вот это меня больше всего бесит. Чувак, без этого пока толком не работает. Это прям вообще очко. Смотри, теперь слушай. Ты не можешь сделать, если качественный контент, нахуй ты лезешь и, блядь, проводят, не про тебя, это в целом. Да можешь говорить про меня, ты пошел нахуй. О, тогда про тебя. Проводишь розыгрыш. Я считаю, что самое главное в канале, что должно быть, это живые какие-то эмоции, кружки и так далее. Поэтому я подписан на тебя, я смотрю. А так, в целом, если мы говорим про телеграм-каналы, если бы я отвечал за это направление в компании, я запартнерился только с одним бы. Потому что все остальное дублируют друг друга. Всего одно и то же. Одно и то же. А ты говоришь, ну, есть же, ну, то есть, короче, я понял, что есть много новостных, а все-таки, если блогер, у него должно быть много ресурсов. Вот, например. Не обязательно. Я вот смотрю iHugo Gram, допустим, в телеграме, меня устраивает. Мне интересно там, допустим, читать то, что он там пишет. Я вот один раз зашел, зацепился, все, я там все же, я реально читаю до сих пор. Не, у него бывает интересно заезды. И он не дублирует вот это, там вышел ананас, ананасом двойной, тройной. Господи, я не могу уже это смотреть, но у каждого, вот 20 у тебя каналов, и все одно и то же невозможно. Там хотя бы есть какая-то идея какая-то. Тебе не нравится? Да, я вижу. У нас специфические отношения с Кириллом, с которым мы ни разу в жизни нормально не общались. Но ты бы не подписал, я уже понял. Но по мне это тупой байт. Любой его пост это байт. Слушай, ну меня ругают сейчас за кликбейты. Ты Вилл, что на хули сегодня выложил, типа Саня? Типа я там, блогеры делают, на этом зарабатывают, а он там просто продукты блогеров разбирает. Слушай, меня обвиняют в кликбейтах, но ты же понимаешь, что это кликбейт, это, блядь, сторон, на хуй, как мир вообще. По мне есть ребята, которые намного интереснее делают информацию про бренды, про все, тот же Костя Лапутин. Костя, хороший. Да, он, блядь, телегу ведет, два поста в два месяца. И вот эти два поста в месяц? Хороший. Хороший. Но последнее время я в нем разочарован. Ну, меньше стало постов. Потому что он нихуя не смотрит медиаблогеров, как будто бы. Ну, он у него работа сейчас с другим связанных. Согласен, но он просто написал пост про то, что типа... Что он сейчас зовут? Да, кстати, работает он отвечает. Нет, я помню. СММ. Ну, не совсем СММ. Да? У них же там куча подразделений, там очень сложно. Он просто написал, что нету кальянных фрешменов, типа... Ты че, блядь, Костя, смотри наши, блядь, суперновости, ебать. Смотри подкасты, смотри выпуски, и все поймешь. А он же запускал. Помнишь какие-то подкасты, мы что-то туда участвовали, залетали? Он запускал у себя в телеге, да. Прикольно было. В телеге мы были залетали. Телеге, да, он в телеге делал какой-то день. Типа, там, каждую среду. Да, да, да. И я успел зайти один раз, и больше этого не было. Там были темы, мы их обсуждали. Да, там много было. Там много было. Вот, Костя, возьмем. Костя, есть еще девчонка, недавно на нее подписался. Искра называется. Оля, по-моему, ее зовут. Че знакомая. Тоже не знаком лично, но вот мне интересно ее считать. У нее интересный контент, интересные рубрики. Что последнее у нее прочитал? Слушай, мне нравится, как она доебывается до всяких медийных чуваков, там, что забить, покурить и так далее. Медийных чуваков, это как? Ну, медийных калияной индустрии. У меня, ну, я не подписан на ее канал, мне кажется. Вот, ну. А может, у нее не очень много подписчиков? Бля, я просто вот последний выпал, последний. Может, я не помню? У нее не очень много подписчиков, но мне интересно. Ну, молодец, я молодец. Но она не байкет. Я ей культ отправлял, ой, вспомнил, да. Ты отправлял, да? Да, ну, просто что-то попробовать, я не помню, как так вышло, но типа, то ли там через менеджер, типа, то ли как. Она говорит, отправь, я отправил, ей понравилось. Ну, ты сам культ курил, что говорить? Я работал на стенде культа, помнишь? Между прочим, было и такое, да, у нас есть. Я помню, можно сказать, сколько ты мне заплатил? А я не помню уже даже. Говори, говори, говори. 3000 рублей. Ну, мы, дожди, ну, там же было условие, что мы тебя, по-моему, везем туда полностью. Что, три дня? А как так вышло, я не помню. Ты сказал, братан, поработаешь? Я говорю, да. Бля, ну, я не помню, ладно. Я не помню, ну, слушай, подожди, давай так тебя это устраивало, не выебусь. Слушай, ну, чисто из-за братского вот этого. Ну, вот и все, не надо. Ну, там было и похуже персонаж нас работал. Да. Не будем говорить, кто это был, но было жестко. Не, ну, по-моему, я еще что-то, по-моему, похавать, ну, что-то я делал, у меня не пиздец. Ну, ну, на стенда это иду притащил. Ну, слушай, не, ну, я тебе не гашу, это просто, ну, типа, такой экспиренция нашего. Смотри, смотри. А рапорт с ним ехал? Нет. А он и уже был в Москве. Да, я пытался. Я за день раньше прилетел. Да, он что-то вообще по своим делам был там. До выставки с ним ехал? Нет. Да, блин, не получается, извини. До выставки, мы там встретились на стенде. Да, 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 нет, ты тогда пиздец как помог, это, блядь, это. Ездить, ездить со стендом, нахуй, на выставку, это такое очко, нахуй. У нас сколько было, здесь кальянов, по-моему, да, стоят. Да, 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 за 10 кальянов за день что-то больше 600 чашек поставили. И слушай, народ убался, не слушай, это был уровень тогда как раз показатель того, что продукт надо вывозить. У нас был маленький стенд и всегда была очередь. Вообще типа заебись. Очень круто мы-то отработали, я прям заебался, это была приятная усталость. Да, я тоже-то заебался, он сейчас беглый влог снимал, блядь, там вообще. Мне кажется, мы после этого поехали с хардкупой куда-то, не? Что-то я не помню. Бухать, по-моему. Ну да, или слово мамаем, да. С мамаем, наверное, как ты, блядь, что? Мамай, копай. Ладно, вернемся к нашим баранам. Получается, тебе не нравится, тебе нравится. Ты отметил еще искру Олю. Да. Но все-таки подписал бы ты в итоге сказал, что один телеграм-канал вообще какой-то. Да. Интересная позиция. Интересная позиция. Но вы, кстати, так и не ответьте. А, ты имеешься про новости. Ну, просто блогеров я бы не подписал кальяных. Ну, типа если у него... Ну, личный канал, вот такой, как ты, твой канал я бы не подписал. Не понял. Подожди. Я блогер. Прихожу к тебе, говорю тебе. Я, почему, как раз, сравниваю. Я бы, посмотри, телеграм, если мы берем кальяную индустрию в телеграме, я бы написал один новостной канал, а другие личные каналы, как вот у Никиты Смоки Трип есть личный канал, есть. Да, да, да. Вот, я бы не подписывал. Ага, понял. Просто видишь, я опять-таки, когда заезжал с этим вопросом, тут вопрос такой, что в целом тебя вызывает больше доверие тот блогер, который делает много чего, или делает просто вот один телеграм-канал. Вот в чем история. Слушай, как она сыграет. Да, хорошо такой подводит. На себя он просто. Конечно, тот, кто делает много. Конечно. Но, по факту, аудитория, смотрите, ребят, я объясню, аудитория везде одинаковая, везде. Одна и та же аудитория, там, с процессором, там, 5-7 разницы. Все остальное, это ребята одни и те же. Все кальяны-питеки. Хорошо, кальяны-питеки. Скажи мне, кальяна индустрия, там, вообще, она очень добрая, или все-таки тут куча лицемеров и людей, которые хотят тебя поюзать и послать нахуй? Он тебя смотрит. Не, я на тебя смотрю сначала. Я считаю, что это самая лучшая индустрия, потому что у меня есть с чем сравнить. Это правда. Че ты? Кто пиздит, тот кто? Это правда. Скажи еще раз, это правда. Это натуре правда. Че ты его по руке милешь? Я за нервничал. Руслан, подержи. Давай. Я когда на работе нервничаю. Да нет, но ты-то считаешь, что на самом деле все дружелюбные пиздец. И блогеры все. Смотри, есть один популярный медиаресурс вейпинге, и он говорит вот... Вейп-ньюс называется, да? Нет. Да, конечно, вейп-ньюс красавчики, я люблю вас. Согласен, когда придете ко мне на подказ заебали? Вот, смотри, он правильно говорит, что кальянная индустрия, ребята все друг друга знают, все общаются. Ты вспомни, как мы на любую выставку, мы залетаем, мы все вместе общаемся, стоим, выпиваем кофе, чай, печеньки хавая, после этого идем в кальяну, где-то все посидим. Кайфово было. Атмосфера 0. А можно порекламировать лучшего барыгу? Да, пожалуйста. Берды, брат. Берды, Берды, Берды. Берды, Берды. Берды. Берды, с тебя пачка Танжакина. Слушай, ну... А еще и заведение у Берды есть хорошее. Секрет Лаунж, Сюша, 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 Респектуй, Бам, Секрет Лаунж, заебись, согласен. Минутка реклама. И без работы таких углях, Кока Лока, Кока Лока. Ладно. Ребята, да нет. А чем барыжет Берды? Джем. 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 И бровска, бровска. Бруска, да. Да? Да? Нет? Нет. Кока Лока. Берды. Берды, красава. Да я и на самом деле, ребят, никому не подогнал. Я предложу. Просто мне интересно, как мыслят люди. Он не подводит, блин. Ты все... Ты играешь. Ты прямо... Ты можешь подсознательно это делаешь. Ты такой... Вот слушай, как это звучит. Давай. Влад, как ты считаешь, кто лучше? Тот, у кого? Да хрена канала, кто Ренал. Паша. Или тот, у кого? Один канал. Ладно. Вот они мне просто... Парни, но я же не могу сидеть. Представляете, если бы я сделал вот это вот вы видели подкаст у Сережи микрофона? Видел кто-нибудь? Нет. Кто это? Даже не знаю. Вам интересен блогер с одной... Он просто часто, не знаю почему, не всегда, у него были интересные... У него прям вот монотон... Серега микрофон? Да. Сука, блядь. Че, ну этот, который был в шоу с этим... Какой вот порно-автёрка какой-нибудь. Да. Ну, короче, у него есть подкасты, которые он просто делает на Дубтоне. И это стрёмно. Мне нравится говорить, вот, я не подвожу к себе парня. Просто мне интересно. Это ты уже вораторское искусство ушел. Ты политик пошел, отмазал. Ты просто манипулируешься, манипулятор, манипулятор. Ты думаешь, мы поведемся на эту херню? Мы проходили курсы ораторского искусства, мы знаем, что такое уровень энергетики. Знаем, что такое большой микрофон. Ты когда к себе подходишь... Да я блогер-миллионник нахуй! Че мне важно? Вот сейчас, а ты просто все уже. Ты там реально намекаешь, понимаешь? Ты намекаешь на правильный ответ. Это как ведущий, кто хочет стать миллионером. Ребята, есть блогер кальянный. У него есть YouTube, Telegram, Instagram. У него везде по чуть-чуть. А есть просто Telegram-блогер. Просто Telegram-блогер. И все, больше нет ничего. Ты такой заходишь и смотришь. А там ничего. А там всего лишь Telegram. А тут есть все. Он везде ведет. Стараюсь. Уже с вами. Ты уже сейчас не эмоциями, а словами. Пацаны, мне просто было интересно. Посмотрим общий обхват там и там. Плюс вычтем процент пересекающейся аудитории, которые... Как ты это вычислишь? Ну, в среднем, смотри, кто-то у тебя подписан на... А ты знаешь, что многие блогеры, например, вот Вань, Ванька, зовем разговор. У нее есть люди, которые сидят ВКонтакте. И вообще нахуй в рот ебали в YouTube, например. Ну, есть. А есть, которые подписаны на ВКонтакте и на Telegram. И забей чат. Нельзя еще вместе считать. Забей чат, кстати, один из самых больших. Он живой сейчас, нет? Какой какой? Забей чат у Вани был, по-моему. Забей чат живой. Живой, 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 да. Я там раньше сидел активно. Нет, есть, есть у него. Я там в чат. Вот. И по-любому львиная часть аудитории пересекается. Слушай, я, ты знаешь, интересная тема, что я бывает где-то появляюсь, и часто бывает такая история, что люди меня знают, но как будто бы я вот их, ну то есть своих постоянных зрителей, которые там мне донатят на стриме, спасибо большое вам, ребят, за поддержку, очень ценю. Я их, конечно, знаю. А вот, например, там у Влада был стрим, я зашел, пишу привет мне. О, миллионник зашел. Вот эта хуйня начинается. напишите у в комментарии обязательно комментарий если посмотреть этот десятичасовой подкаст 3 но осталось еще чуть-чуть пацаны всего лишь пару часов я мы не спешим я согласен просто из этого будем вырезать добре на чего-нибудь я порежу не переживай на душе как-то использовать так сказать с пользой почему я это спросил еще раз вы работали в маркетинге и я как бы ну должен узнать ты понимаешь что посмотрят люди которые начинают вести телеграм-канал еще что-то чтобы они понимали к чему может быть никого-то мотивируем он создаст youtube а вообще вы знаете почему есть такой такая версия ну моя теория сейчас же многие год вот youtube умираешь почему кальяна youtube умирает почему потому что снимать выпуски стоит дохуя конечно вести телеграм-канал это дешево да пара пропам вот и ответ на вопрос сурга отвечает сурга обещает почему telegram эффективнее чем youtube потому что telegram ты открываешь утра днем и вечером и тупчик ты вечером когда уже на вовлеченность как будто вообще никакая youtube в telegram вовлеченности просто вот например возьми конфликт и бывать конфликта вот например грамма со славой там или вот недавно влад там зашел со славой по сразу обратно конечно очень сильно его люблю вот и короче вот люди пишут например какой-то наш терочек и вот люди поддерживают наш готова члене блять не выйти по подраться за эту тему а если у тебя просто будет какой-то телеграм-канал ну что как будто бы даже мы по и никто не буду как будто бы youtube вот пешки есть люди с telegram каналами которых достаточно большая как бы грубо это не звучало фанатская база только одного такого знаю я бы сказал что у никита смоки трипа реально но есть база я вот про него это единственный чувак вот а возьми или например у меня тоже крупный новостной канал класса на хуже из алисея тоже много людей топят да ладно вообще пух по всем но мне кажется все просто читают его как новости ты видел как я тусовку в москве организовали сейчас но еще обычно вот я был сначала на грязь и быстрейся давайте а потом я был на отличном колья я не знал что будешь я приеду creation дегустейшн в 10 раз круче чем джон кальяна прошло антон гайворонский папа кальяны пиздец я могу рассказать давай конечно раз я просто я не могу рассказать я заболел а ты должен был тоже я и туда и туда должен был ехать рассказывай куча знакомых которые общие были там можешь им написать них такое же мнение когда я пришел на джон кальяна и захотел покушать мне сказали нет смысле ну ускали ты не будешь кушать никто вас во фрэнк байбаст идти до дамы реально пошли во фрэнк байбаста кушает от еды нет был фуршет и значится ну начать это не до особенно человеку за стритом конечно вот ничего заказать нельзя возле бара большая очередь ты был в новой хпшки да конечно там не так много места когда встаем вообще невероятно сложно было развернуться куртки висели но эта проблема общая но зима до куртки висели просто одну короче ты ее лучше собой в руки брать не найдешь под а это был трэш и плюс вот эти постоянные очереди на баре нельзя заказать еды на баре туалет бляда кальян ты тоже заказываешь спустя там раз в три часа хотя ты готов за него заплатить то есть ну дело не в деньгах это же ворсбол да и ну все было прям так плохо что даже хорошо что они но я слышу 45 там лидеров мнений как ты любишь говорить встал и ушло через там час после начала и я в том числе и мы пошли во фрэнк байбасту покушали пошли в другую кпшку посидели покурили пообщались на крещен декустаешь он все были вот до конца на это мероприятиями до итоговыми мероприятия года слушай там сначала было дегустация все голосовали за какой-то вкус потом елисей провел какую-то лекцию лекцию что-то рассказал по итогам года какую-то статистику привел а потом есть не ошибаюсь играл диджея и все все тусовались общались все было достаточно комфортно френдли то есть не было на кого-то пишу что но мы сейчас ты говоришь про мероприятие игры в целом про как это мероприятие там скажем так елисею подходили очень много людей вот и общались не тоже для внутреннего рынка больше все равно поджимал для внутреннего смысле ты имеешь для для каленопитеков больше ну да вот у смоки трипа есть люди которые особо-то никак не связаны тогда ладно вся аудитория так и думаешь у него типа конечно сто процентов ну слушай но давай так у меня есть аудитория которая вообще не кальянопитеки да потому что они приходят с других направлений но у никиты один канал прихода это кальянное направление но если ты смотреть про ты снимаешь еще там я чувак ты реально думаешь что мне с донатить 100 100 тысяч рублей блять каленопитеки я не верю в это но в те 100 процентов ты снимаешь правый пинг ты там но вейперы есть у тебя есть лайк у тебя есть там ты на твиче показываешь там как нужно тарков тарков там тарка да с собой не с собой дома дома висит около прям компа ждет вот бля хочу поиграть не могу времени у тебя разные каналы прихода но я сдать стараюсь я более многогранные каналы а у него это вот только только кальянное направление чувак на недавно охуел я короче выкладываю кальян дарксайт и мне пишет чел который вообще понял типа блять работает в автосервисе блять слесарем нахуй пятого разряда не как в жизни не писал блять кальян хуёвый говорят пластиковое основание виной сообщил я узнаю пол со времен без посадки авто нет на по типу еще белые приоры твой тип того да я такой там чувак ты что то есть типа даже бывают такие люди смотрят меня а я так понял что скорее всего коза пришел на купить хотела и вот как но ведь и про это же говорю но видно может быть дома вот может быть кстати отличие у меня но я думаю что если мне кто-нибудь обидит мои пацаны могут ебал на 5 но в то же время если мы берем вейпинг охваты намного больше чем колено бля у меня вообще есть такая беда ты знаешь я прям жалуюсь теперь вам что жалуюсь например у меня есть предложение я даже моменте группы а пацаны надо что-то интересное я ничего не стоит ни на что из колен индустрии снять обзор мне вот достался с трофимов вот я хотел мне вам понравилось пришлите ко мне вообще мало предложений ну бля вейпера пишет каждый день просто каждый мы это уже с тобой обсуждали из 12 самых популярных видео у тебя на ю тубе до 3 всего про кальяна все остальное про выпивных но очень много правой пинка но ты знаешь выпить дал мне вторую жизнь потому что я когда начал работать условно тоже с ребятами я сразу снял на то есть два обзора он тоже растет конечно да то есть растет то есть типа вейпинг растет понятно интересно что будет в этом году вспомнишь эту историю 2019 году мы с тобой познакомились или двадцатом и ты в любом разговоре со мной рел я никогда эти письки дьявола не поставлю себе в магазина блядь а ты же понимаешь буду продавать никогда какая-то ошибка была это колоссально твоя из-за этого может я тебе говорил серёж давай поставишь пожалуйста нормально нет мы кальянчики мы кальянчики проходит год алло борщ а можно пожалуйста бруска от грузином пожалуйста жидкости пожалуйста в магазин пожалуйста так ну на этом реально зарабатывает просто ты вот сейчас подтвердил мои слова я тоже ребятам рассказывал что между ты знаешь что у меня летит говно часто то что типа жидкости снимаю и есть такое мнение что типа серёга он жидкости снимает это все за жидкости говорят но ты же понимаешь вот ты сейчас привел реально факт тут он помнит когда я говорил что я тру кальянный чувак и все это было просто как в этом меме фатальная ошибка но и сейчас ты пытаешься ее повторить почему но ты тоже что ты сейчас сказал что ну ты хочешь стать что-то кальяна на утене ничего не стоит а предложение по выпингу ты отрубаешь не отрубает не это чё брата регионы где вообще вейпинг не продают некоторых магазинах они продолжают продавать до аркутский на пресса бачку и то есть магазин без вейпинга и вот живя в самаре имеет такое шутство как просто у меня есть один знакомый черной футболке обычно ходит вот у него есть сеть магазинов руслан волка с хука шоп на можно звали офис его противописи да я всегда захожу кстати волка с хука шоп отличный магазин картинку ставишь нет там можно заказать еще джойшоп нормальные магазины не знаю ни разу что они не заносили да не нормально волка с хука шоп можно заказать можно заказать просто прям в комментариях будет ссылочка и все слушай ну вот давай честно доля продаж между вейпингом и хука направлении в лучшем случае для хука 70 на 30 но в 70 на 30 в пользу ну конечно вейпинга но это в луч это в луч самом деле берем 80 85 15 средняя температура по палате и не топил и сколько бы ты не ставил и давайте говорить про маржинале сама это но сейчас уже все сейчас игра поменяется но просто я за к чему когда ты сказал вот мне понравился просто реально помню тот момент когда мы с тобой сидели сейчас вспоминать времена когда еще не пизднул самоката где говорил ебать кальяны а потом блять борщ продай но я реально по а просто давно жизнь без мелоды типа сургаев был начали у гараж типа вейп а ведь как я тогда когда это не было мейнстрима топил за кальяны даже бизнес проебал я считаю что это кстати ну не сказать что это все в это но это ошибка была но это очень бы за это прям пиздец это проеб потому что там еще кто-то предлагал мне дудочками заниматься гуды эти ваши письки пошли нахуй овощи отсюда поэтому когда уже сунулся к ним уже поздно было все разобрано поэтому надо продавать все что продается и приносит деньги а используют то что тебе нравится я знаешь когда у меня люди спрашивают которые типа пытаются сейчас расскажешь как не история просто минского вопрос а я думал ты хочешь и я хочу что-то меня и да я согласен просто у меня очень сильно горит очко когда меня обвиняют в этой хуйне но я сижу и говорю бля ребят зайдите в кальянный магазин там везде жидкость чем проблема но есть эти и видишь мы сейчас стараемся сделать такие ролики это не только просто прожить там просто весело должно быть я угораю постоянно чем-то ровли там еще как-то без этого как говорится никуда а чё за может быть хейт я не знаю когда я на 1 прокачаем ездил там тоже приводил ритейл-эксперт по моему там статистику о том что вейпинг привлек людей и что в целом у тебя там коленка на не падает она может быть даже где-то прирастает где-то как-то идет люди которые курят вейпом кальян редко редкий редко приходит почему нет для чувак есть люди тоже это уже профессионализм продавца да да тут много не она продавцу похуй чаще позже стих трудно будет все все что с ним но я таких редко за же она есть может быть знаешь бабушка 75 плюс лет она ты знаешь что у меня яйка с и сигарета но ты как не миникан и табак для кальяна все в рюкзаке мне мне как бы ну я за меня к вебом отношении сугубо коммерческая я уже на свое счастье начал чуть разбираться в этом и кстати тоже вот я приводил и факт что к счастью или к сожалению больше к сожалению для нас для блогеров блять научились жидкость делать она вся в принципе сейчас хорошие что-то вот такое отвратное говно я уже давно не пробовал хотя когда я просто на выставке есть хотя тут все скажешь ты просто стал не курят не на когда бруска хейтер я тоже разложил помню первый раз от то есть там было что-то очень вкусно было что-то не очень вкусно и вот это нормальная ситуация конечно конечно я так сейчас делал обзор на какие-то там жидкости что-то прям вообще раз при прикиньте в последнем обзоре на жидкость вот это стать плохо или хорошо и апстан ссылки делать там есть аромка чебаки помыла блять пиздец так вкусно было ебать уверен в этом да это попадание о ебать русик ну к поземни на камерку еще все ребята время время кстати уже достаточно поздно время 2207 но мы издаемся работники работники госзаказов блять подрядов и понятное дело просто ну давай завозить тему как вот что я да я да я да я да что да я да я что тебе интересно было бы обсудить с нами колен курить не было на все скажи пожалуйста кем ты себя видишь через год о хорошим человеком интересны в турции сара себя за рабами я не думаю что что-то кардинально поменяется скорее всего количество проектов поменяется сейчас виду и там даже не в компании там своих каких-то а так наверное кардинально ничего не изменится но у тебя есть какой-то там личный план роста да конечно но и говорит все убирается какие-то проект что-то интересно то я просто пока ты собирать он говорит что бля я буду хуеном парнем сидела давай еще раз посмотришь на нужно это заебал для я по я вопрос смотрел ну в онлайне да конечно да не просто я понял думаю бля все ли вопрос задал который написал да все жалом от ими псалом просто ну так ты расскажешь блядь заебал с тобой такой общается я пытаюсь укусить запросах гоня моих собаках тече собаки 2 2 кота 2 французских бульон ребят что круче 2 катали 2 собаки в комментарии напишите снизу заебал расскажи потому что следующий вопрос будет ахуена актуальность сразу в тебя давай кем ты себя видишь через год про проекты не считается тем же самым человек может быть про проекта на двор слушать семьянином вряд ли собаки считаются да нет но ты детей планируешь я показ по собакам больше по счастливым отцом охуенно ребят ребят вопрос такой нужны ли к индустрии образовательные проекты какие-то вот типа обучение там как у берна бёрн комьюнити дали как бёрн school ну наверно но вот хотят прокачаем вроде как реанимировать в этом году круто это не для кого а бы наверно для всех для всех нет не нужны только для профессионала только для продавцов то есть и продавцов нужно дожди но в целом же прокачаем охватывает все сферы обычно и охватывает только продавцов всех остальных нахуй вообще но даже лебедь рак и щука ну ты красный получается и прокачаем еще нахуй не надо я не знаешь что прокачаем а ты что только прокачал на я знаю ну просто ну по факту знаю были напомните за тему прокачаем дома это лютейший скам на бабки был вообще варю ночью нет но заработать сани сани поднял бабки почему нет подожди это же это знаешь как я так этому отношусь ко всему пацаны все заморочили сделали как знаешь казино бля мне нравится крутить казино те никто не ставит пошел покрутил тебя собак на ну по факту то вся информация которая есть везде его отмена и это же было с вами я ездила прокачаем краснодар это было после ликтория дарксайда я был все эти лекторы которые у них ввели в онлайне для прокачаем дома все делали бесплатно в дарксаде понимаешь да смотри вот у них был прокачаем краснодаре я вот четко посетил лично вот был допустим 20 лекций из них 5 нет 3 было охуенно мне интересных и 2 было хорошо а 15 блять отвратительный хуйни даже без слайдов там были уникальные лекции для тебя куда мне понравилось ну например когда виктор зорин я четко помню рассказывал кейс как они космошоп развивали мне было интересно какие недели взаимодействие но реально и реальный бизнес но потом был из мог видите написать и пообщаться с ним но это то при подготовил готовился к этому степень серёга меркулов охуенно рассказал ну блять но вы знаете такой меркулов он умеет хорошо рассказывать конечно вот еще по моему из еще какое-то было не могу вспомнить но были гури лек но кстати фил тогда блять фил вышел без блять слайдов на хочу-то рассказывал про миксологи ты серьезно чтобы ты можешь 40 минут про миксологи рассказывать что ну в целом тема миксологии для меня блять да миксуйте все чуваки вот в этом и проблема сейчас можно миксовать все совсем так так и должно быть а рассказывать кому что как замиксовать и вот эти миксы от блогера бро это работает блять ты понимаешь что я вот смотрю на эту рубрику она везде работает у тебя есть такая нет но надо вводить надо вот просто надо да блять ну да я буду горячей серёжки на микс микс и вот так на 50 процентов культа отлично 50 процентов культа отлично еще сверху знаешь что будет сверху бруска нет куколока слушай я могу я сейчас пытаюсь сигарку попробовать нормально сигар да но типа я заехал закупился да я попробовал трофимова без аромку по моему нас тайную на джинни там не помню как называется из что ну вы ребята поняли мне пиздец как понравилось и после этого начал пробовать разную без аромку купил потом трофимов италия бля лютая хуй тень просто говно пиздец ебашит жестко сейчас покурил на сигарке что кракен вкус не очень лайм какой-то так себе догмал личи ебать разъебалована очень вкусно реально мне понравился без аромку пока не курил другой просто курил личи на сигарке с правильно понимаю вот ну вот чё в магазине нашел то и купил поэтому я вот то что я курил магазин за нашел сигар а вот не могу вам сказать в каком самаре желанда серьезно да 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 я скажу в каком хукоплей самара и почему я просто заехали жми кальян далее поэтому что но по факту рынок сигарки это очень-очень-очень ограничен если коленный рынок ограничен то это еще там что ты знаешь я вот покурил сигарку и мне пиздец как понравилось что-то новое но это потому что ты прям курил это помнишь на беру на вирус у меня да у меня там сурим было вот это последнее время на похуй чаще меня вы забейте чего-нибудь посвежее блять посрать а сейчас что-то покурил сигарку как-то прикольно я помню нам на коронавирусе нас осман присылал без аромку помнишь да неплохо нормально вообще кстати хан берлей хороший продукт вот именно хан берлей в целом и общем да жалко что они деньги блять выкинули в мусорку за жизнь и пробуем не понравилось да чувак очень хороший майоран осман не майорам это легкой линейкой вот то что майорам осман этому за это мусор но не все вкусы но мусор хан берлей бракан берлей может арбуз лучший на рынке у них на этом на просто хан берлей и вообще разъеб но теперь мне очень они все вот типа лимон то есть чувак у нигде нету блять скажи где блять алёха и знаку есть бирды нет короче бирды все есть да отличная реклама бирды путь бирды карточку знаешь занеси ладно что-то я с вами еще хотел обсудить ребятки что-то еще хотел обсудить а мы скажем образовательный ну в целом в компаниях вообще вы образованием занимается кто-то у вас вообще вот вы сказать что вам не нужно здесь отдел обучения ты знаешь отдельно отдел обучения у вас нет них у я делал обучения кто знает не знаю а то есть а ты уже там не этот не лазишь точно по ты не отвечает и не отвечаешь за это за обучение а где вы слушайте еще вот такой вопрос я его кстати прочитала забыл задать самая страна такая где прям наш продукт очень любит вот там по вашему мнению наши продукты нет но появился в россии любят но во всех странах мира вообще русские продукты прямо на машине а в казахстане ческак дела обстоят у нас очень хорошо а у нас хорошо почему я не буду раз почему сейчас почему да потому что бля джем возит газельми нахуй в казахстан это и так все знают и хрена до официально все четко все по-другому все просто возит очень много лайков придут спасать чтобы я рассказал блять успех сам недавно узнал потом расскажешь на другом подкасте следующем прямом эфире когда мы будем твичи стриме конечно тоже дорогая информация рецепт успеха в казахстане на секундочку в стране где живет 19 миллионов меньше чем в москве до 19 миллион живет слушай но я так понимаю туда сейчас очень много калинах брендов хочешь залететь да там все представлены там один наш товарищ работает в колыма знаешь он работает в танже он там сейчас главный мастер что-то такое там же хороший в каком-то городе актау по-моему короче к чему я это говорю нашел вас к вот позаткать и россии пять лет назад вот это казахстан слушай ну там вот эта вся история мне оверпаком 16 углак он отдает при типа нормально кальянов в своем актау я не зашит за город казахстане я знаю только уральском близко потому что но султан или алматы не знаю как все но объяснил что краснодар типа условно там тепло типа а кстати в актау рикс классный вот вот наверное и он говорит что они нормально они там кальянов отдают дохуели матери просто ну возможно да а у нас уже там качают лаунжи качают у нас просто кальян это как будто вот просто пойти куда-то не поесть это я могу сказать что в самаре лаунж вообще не качают только-только вот сейчас парочку открылась нормальных дорогих проектов посмотрим будут ли они нужны какой-то средний возраст посетителя лаунжа да большой вообще я захожу вообще чаще в лаунж а там сидят мои ровесники 30-летний чуваки вот 30-летних чуваков уже дети семьи дома курят домашнее курение домашнее курение так получается в гараже курят дома курят женой но жену с ребенком ты же не возьмешь кальяну да не я еду как бы в теории то конечно стоит вот ну и поэтому лаунжи такое либо это заведение с разными направлениями это кухня бар плюс кальянная история тогда это может работать но отдельно лаунжи только под кальяны ну спорная история у нас точно нет думаешь самая нет лаунж без кухни но открывается я знала уж без кухни где хорошо качается самаре да и море да он же лаунж там кухне есть только на сверху принадлежит кухню да то конечно сверху приходил поселение туда с другого ресторана приносит типа того но это все противозаконно мне сказали что там нет кухни кухни там нет у них есть бар они типа не общепит но и за не знаю лучше знает меня но у них есть соседние заведения откуда еду приносит это не ябра я бросил еды слушай ну качает вопрос спорный конечно моему то что я там три раза был и всегда фулбас облия был в пустын никого нет хорошо но даже два раза за бар сажали то что там хорошо анимации тут это надо очень хороший выбор по табаку да вообще но как бы я вот наш смотрю когда вот я хожу то с друзьями которых там офиса за джи лаунжа прям и бля вообще похоче забивает просто не просто работают сидят ну а мастера зато выполняю свою работу на сто процентов не да нормально общался с ними как там хомяк условный там а чего я хочу это попробовать еще посоветую но при мне не лоханулись жестко да они блять забили трофимов чуваку который просто попросил чуть-чуть покрепче нахуя я такой сижу и не понимаю ладно блять террор не взял никто две банки было я гриба сейчас вообще уничтожил пацана блять а ему еще завтра трафик гнать да вот так бывает ребята в целом что надо сделать чтобы индустрия кальянная сейчас в конкретно кальянная меня интересует ну с выпами и так у них все хорошо она спросит что надо сделать чтобы индустрия кальянная воспряла так сказать вторую жизнь и второе дыхание открылась прямо сейчас нам нужно просто верить заебал тех прям инструкцию слушаю твое мнение просто и все-таки продаешь есть кстати кальяны магазина может сказали да вот что вот кстати рус прикольно работает у него там лет два кальяна в каждом магазине стоит и все на продаже да по моему особо он не запаривается тоже их все продавка или там зажигалка бруска стоит ну понятно зажигалки бруска даже кофейнях есть да я согласен урок подпалить надо было бруска дали речи так какой-то хрен принес брать нормально сказал буша так чё с индустрии то делать будем замаливать грехи нет что-то что-то конкретно ты хочешь от меня но за есть электронный кальян работать надо надо смотреть для не унывать у нас хорошие продукты нам есть на чем еще работать я не знаю у вас по представленности наверно почти сто процентов да там девяносто чем-то где-то нет я имею дочь и в целом глобально не только по отношению джема и урбан соло особенность электронный колен спасет ситуация изменит то уже их сколько на рынке ску где блять только у меня на youtube канале продается то блять залупы ебаная блять вообще с лошадью и вообще говнище альфа ки она не работает он простим не альфа ки работают они уже 10 лет делать факел работает на вашему кому здесь ситуацию это же сегмент а хукамонг хукамонг очень дорого но это работает сука вот его бои бои спасению ну типа вот дальше как появились вот паре были вейпы появились подики и они взорвали просто вот сейчас есть кальян есть уголь уберут уголь блять куколок надеюсь вы не к не ведете вот и чего нужно легкое потребление блин никотин ну такой вот кальяна кальян это супер легкая кстати говоря давайте легкая простое да простое правильно сказать простое ну к электронный кальян он простой за 40 тысяч но ты берешь к блять как как скоро стоит альфа кировский кальян 30000 как раз рублей тридцать тысячи тысячи баксов это восемьдесят девять тысяч рублей эти наебал не подожди там точно была тридцатка потому что я написал за тысячу долларов а в комменты люди начали писать что он дешевле стоит тридцатка тридцатка точно тридцатка сорок ну с ракет давай возьмем точно не больше то есть может позволить как он может спасти индустрию да никак ну типа легкое потребление просто это тоже не простое ты тоже надо забивать чашку и так там же катал капсулу капсулу достать ну это гена тут типа взял достал 1 ше затянулся из машине в офисе в постели в ванной еще где-нибудь ты будешь его курить нет ах будет хотят скурить да как тит спасет но купил ты в один раз и все все друзья к тебе ходят из-за его капсулы покупаешь это как детстве удела 1 из playstation да и все где ходят капсул дорогие да не масс короче а если думаете просто идет хороший электронный канал тоже него я есть вариант давай это хорошие оффлайн непрофильные проекты с участием молодежи молодая гвардии кальяны россии вступайте в нашу партию ребята здесь профильные профильные мероприятия мы никак ты уже не привлекаем молодежь забили хуй на нового поколения тебя с ними надо работать и поэтому всякие диджей сеты для молодых всякие тусовки там знаешь компьютерных клубах и так далее вот с этим надо работать я считаю а ты знаешь где больше всего молодежи где на твиче а ты знаешь кто там стримит кто я знаю этого стрей еще женщина в бикини и убийца нубов есть блогер-миллионник сургаев сергей там стримин слышал у него ты знаешь кстати почему кальяна и бренда не зашли на твиче планоценно потому что они обращались слушаю дартсайт заходил же да 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 у них суданал был да у нее они там не очень правильно сделали неграмотно они просто купили самого крутого блогера за огромный так к чему я я еще помню когда мы с тексом очень близко общаюсь у меня рассказывать что написали кальяна и бренды вот такой сколько блять 30 тысяч идите нахуй отсюда за тридцатку его это жопу с вами по дому понял ну мало опять это неправильная стратегия что лучше про рекламироваться у чувака у которого 30 тысяч просмотров или у 30 у которых тысячи просмотров я взял маленьких я тоже взял наверно маленьких о них потому что аудитория преданная до выступают как адвокатами знаешь да вот это знаешь как типа я вот у меня еще на твиче все только начинается и те люди которые есть они пиздец как мне пья и я их ебать как люблю очень сильно вот поэтому надо вливать в деньги в новые молодые проекты молодые главное отлично отлично хорошо ты подвел под твич завтра все блять телеграм-канал и твич открывает поехали да не здорово это круто что вы так мыслите а вообще будет в этом направлении работа проводиться как ты думаешь а мы же проводили турнир на твиче стримили бруска fighters mortal kombat кому нахуй нужен в россии никто не играет в россии чувак никто не не играет надо было подойти блять турнир проводить вы чё блять играть мастер комбат мост мур я уже устал я портал комбат блять добро не надо по доте и комментировать серега сургаев со славиком его ну я что выигрывал ну так и в это посмотрим в общем нужна молодая кровь ребята значит давать еще три вопроса последних сначала я спрошу у вас вы хотите что-то у меня спросить когда курить поедем сколько обзор стоит а ты хочешь задать этот вопрос суши его сейчас прямо сейчас обзор на ютубе стоит 30 тысяч рублей все хорошо это адекватной цене как ты считаешь я не сравнивал блять и приехали вот 30 тысяч вот для блять блогера миллионик 30 тысяч рублей адекватный ценник или чем деле это очень мало я бы поднялся на твоем месте спасибо большое ребят вопрос такой к вам серьезный я хочу чтобы вы пожелали моей аудитории какие-нибудь теплые слова так сказать под вечерочек это нас классическая рубрика где люди желают теплые словечки для ты доебаться хочется живой вам теплые слова слышать от близких вот от сергея сургаева отличный голос приятные стримы очень завораживающим да я ручка стола достали их нет не смотря закраблять да давай роз еще представляю счастья здоровья береги дачи отдачи своих близких удачи пока пока еще будут вопросы за чем-то попрощался да просто что я хочу сказать чтобы ребята верили в себя развивались не стояли на месте всегда искали разные направления где они могут быть полезны где им будет интересно и просто были успешными людьми были довольны собой кайф ну а я должен сказать наверное что ребятам если вы покупаете пельмени и кушайте их обязательно и курите кальян покупайте куколока вот это понятно вы короче кушайте пельмени кушать их как хотите если вам кто-то говорит что надо делать жареные пельмени или надо в чисто вареный или с бульоном делать и как по кайфу будет иногда все будет жизни заебись ну и подытожить я хотел самым главным для нашей для нашего одного процента аудитории который нас будет смотреть сказал влад мы же розыгрыш будем делать конечно чё будем разыгрывать руслана на неделю серьезно чё вот чё вот может бруска выделить так сказать для розыгрыша ну давай кальян и килограмм табака заебись руслан у нас нет калин давай чё блин не знаете что про разом видели этот видос от дэвида где из борода я считаю что это мимо очень серьезный такой прям он прям знаешь чуть ли не помпа поборолся в пятерку самых крутых мемов кальян индустрии мы выяснили что эти видос это тоже мемом считается потрясающе да я его придумал это это кстати говоря хочу заметить что вот это вот один из примеров охуенно рекламу это пиздила собой да 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 это тоже обсудим охуенно жить смешно пиздец это тоже потом обсудим ладно но так чем разыграем мы продукцию свою тоже выдержку два кило но он один килограмм и кальяна вы два килограмма получается килограмм джема килограмм урбан идеально может у тебя и вы по индустрии тут сидит кто-то прям может и сидит жидкость вкусно то есть охуенно жидкость реально рекомендую ну если будет такой забор ребят в комментариях если кого же жила надо пишем нахуй значит ну давайте сделаем два призовых места один будет кальяна направления второго их направления кальяна направлении мы дарим кальяны плюс три килограмма ты хочешь блять все это подарить двум людям блять ну да почти ебанулись блять кальяна то пиздец розыкс ну давай похуй давай прям жирнейший ну вот так это они должны что-то за это сделать правильно но не должны подписаться как минимум сургаев телеграм-канал блять ну да разве то они хотите давайте совместно сделал если ваша телеграм-канала готовы не 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 на мы без этого ты хочешь чтобы они что-то еще типа уже туда ну это серьезный подарок три килограмм продукта я просто думаю сейчас как померить чтобы это как бы еще мне было в плюс понимаешь не одно что где-то что-то написали например слушай давай давай знаешь как на течестви чем от еще как свяжет нет ни раз чем хочешь давай у нас основная параллель всего нашего диалога была связана с так или иначе с маркетингом да много какой бы самый крутой проект ты предложил для наших брендов у нас бренда очень сильно похожи чтобы мы могли запустить но это тогда в комментарии да в комментариях отлично вот но зафиксировали и тогда получается одно место мы разыграем кальяна направление второе мы разыграем сколько в фоку на жидкости предоставить и до чтобы 20 точно ну все да достаточно короче 2220 фоку на жидкости а мы устройство и 52 победителя один в другой надо написать комментариях все что мы сказали и но по-любому подписаться тогда давайте писаться 100 процентов да ребят блять по себе суд блять для кальянова бренда это сколько в деньгах 10 сколько я считаю в магазине действующих четко я себе ебать вот это жир на ебать ребят вот это жир я хочу сказать всем большое спасибо ребята вас тяну тебя жму руку спасибо тебе руку двумя руками потом ребят вам большое спасибо кто поставит подкаст это был первый опыт вот такого план подкаста тут все так дорого-богато я думаю люди которые сейчас за стеклом с мой душу за долбоебок нам пришли но это было охуенно спасибо всем спасибо всем спасибо